Книга третья. Классический век. Если мерить в годах, то получается так, что больше половины повествования о цивилизации заканчивается около 500 года до нашей эры. Мы все еще находимся к этой дате ближе, чем жившие тогда к своим первым цивилизованным предшественникам. Примерно за три тысячи или около того лет, разделявших их, человечество прошло долгий путь. Какими бы неуловимо медленными ни казались им изменения, происходившие в повседневной жизни, пропасть между Шумером и Ахаменидской Персией, с точки зрения качественных перемен, выглядит громадной. К шестому веку до нашей эры важнейший период закладки оснований и ускорения эволюции уже завершился. От западного Средиземноморья до берегов Китая произошло становление разнообразных культурных традиций. На них взросли неповторимые цивилизации, причем некоторые из них дали достаточно прочные и глубокие корни, позволившие им сохраниться до нашей эпохи. Некоторые просуществовали сотни или даже тысячи лет, постепенно совершенствуя формы бытия. Вклад этих обособленных цивилизаций в общую судьбу человечества за пределами их собственных территорий оценивается весьма скромно, зато они представляют огромный интерес с точки зрения определения границ человеческих способностей. В своем подавляющем большинстве даже обитатели величайших центров цивилизации проявляли интерес к тому, что лежало вне их сфер на протяжении как минимум двух тысяч лет после гибели Вавилона. Разве что иногда народы отвлекались на отражение вторжений врагов. Перед нами открывается мир, в котором содержание некоторых из тогдашних цивилизаций углублялось и переходило в формирование моделей того, что суждено прийти им на смену. Так выглядела эпоха, названная нами классической. Но не всеми цивилизациями, образовавшимися в начале времен, оставлено классическое наследие, способное сохраниться до нашего времени. Что-то изменилось до неузнаваемости по причине завоеваний, переселений народов или глубокой религиозной ревизии. В Китае признаки классического века, сложившиеся при династии Хань, сохранились за счет неизменности сути китайского государства. В Индии они сохранились благодаря неизменности религиозных воззрений и структуры общества. И в Восточном Средиземноморье сложился классический век, длившийся больше тысячи лет, без нарушения его традиции. И намного позже он послужит плодородной почвой для глобального изменения в новейшей истории. Глава первая. Перекраивание древнего мира. Появлением новой цивилизации в Восточном Средиземноморье мы во многом обязаны древнейшим традициям народов Ближнего Востока и бассейна Эгейского моря. С самого начала перед нами предстает сплав из греческой речи, семитского алфавита, идей, корнями уходящих в древность Египта и Месопотамии, а также напоминаний о Микенах. Даже после созревания этой цивилизации в ней все еще проявлялось разнообразие источников происхождения. Она никогда не выглядела простой, монолитно-цельной, а ближе к концу и вовсе представлялась очень сложной. При всем том, что объединяла эту цивилизацию и придавала ей единство, всегда представлялось сложным делом разграничивать скопление сходных культур в районе Средиземноморья и бассейна Эгейского моря. Их размытые ограниченные зоны простирались далеко в пределы Азии, Африки, Дикой Европы и Южной России. Даже когда ее границы с ними просматривались вполне четко, на Средиземноморскую цивилизацию оказывали влияние носители других традиций и сами многое получили от нее. Этой цивилизации к тому же удавалось своевременно меняться. Она продемонстрировала повышенную по сравнению с ее предшественницами способность к эволюции. Даже когда внутри предыдущих цивилизаций проходили важные политические изменения, их государственные учреждения оставались по большому счету нетронутыми. Зато Средиземноморская цивилизация демонстрирует огромное разнообразие переходных политических форм и экспериментов с ними. Если в религиозной и идеологической сферах носители других традиций тяготели к развитию без крутых перемен или послаблений, предпочитая, чтобы цивилизация и религия оставались взаимосвязанными, зарождавшимися и погибавшими одновременно, то Средиземноморская цивилизация появляется в условиях язычества и заканчивается, уступая место экзотическому христианству, революционизирующему все и вся иудаизму, которому уготована судьба первой мировой религии. В этом состояло огромное отличие, которое позволило этой цивилизации повлиять на будущее человечества. Из всех факторов, послуживших формированию данной цивилизации наиважнейшим, можно назвать само место ее возникновения, то есть Средиземноморский бассейн. Он послужил одновременно и истоком, и водосбором. Потоки без затруднений скатывались сюда с земель древних цивилизаций, а из этого центрального водохранилища они к тому же подымались сюда, откуда происходили, на север, в дикие земли. При том, что территория Средиземноморья обширна и заселена разнообразными народами, у его бассейна явно просматриваются общие особенности. Подавляющее большинство его побережий занимают узкие равнины, сразу позади которых поднимаются крутые и замкнутые горные цепи, прорезанные несколькими долинами крупных рек. Так, обитатели этих прибрежных долин, как правило, обращали свой взор к морскому побережью и на земли, лежавшие за морем. То, что находилось за их спиной, эти народы интересовало мало. Такая география, наряду с общим для них климатом, служила благоприятным условием для естественного распространения среди предприимчивых народов новых замыслов и методов их притворения в жизнь в пределах Средиземноморья. Недаром римляне назвали Средиземное море «Маре Магнум» — «Великим морем». Оно представлялось выдающимся географическим фактом их мира, центром классических карт. Его поверхность служила великой объединяющей силой для тех, кто знал, как использовать ее, и к пятисотым годам до нашей эры мореходство достигло достаточно передового уровня, чтобы заниматься им постоянно, кроме зимних месяцев. По направлениям господствующих ветров и течений определились точные маршруты судов, движение которым придавалось одними только парусами или веслами, но в любую часть Средиземноморья можно было попасть водным путем из любого его уголка. В результате появилась прибрежная цивилизация носителей нескольких языков, на которых народы свободно общались в ее пределах. На ее территории возникли специализированные центры торговли, ведь обмениваться материальными ценностями по морю было легче, но фундаментом хозяйственной жизни оставалось возделывание пшеницы и ячменя, маслин и виноградных лоз, которое велось главным образом для местного потребления. Металлы, которых все больше требовалось для такой системы хозяйствования, можно было завозить извне. Пустыни на юге оставались на месте и не надвигались на побережье, и на протяжении, быть может, тысяч лет народы Северной Африки жили намного богаче, чем живут теперь. На их земле было больше лесов, водоемов, а почва была плодороднее, того же самого вида цивилизация, поэтому появлялась по периметру всего Средиземноморья. Такое различие между Африкой и Европой, которое мы, нынешние люди, считаем само собой разумеющимся, до окончания пятисотых годов нашей эры не существовало. Придерживавшиеся политики расширения внешних связей народы этой прибрежной цивилизации создали свой новый мир. Народы цивилизации Великой долины не заселяли новые территории, они их покоряли. Такие народы занимались внутренними делами, заботясь исключительно о достижении своих узких целей под управлением местных деспотов, представителям многих более поздних обществ, существующих в пределах классического мира, приходилось делать то же самое, но с самого начала наблюдается заметное изменение темпа и потенциала их развития. И в конечном счете греки и римляне растили кукурузу в России, выплавляли олово из руды Корнуола, строили дороги на Балканах, а также пользовались специями из Индии и украшали себя шелками из Китая. Об этом мире нам многое известно, и не в последнюю очередь благодаря тому, что после него осталось богатое археологическое и монументальное наследие. Хотя гораздо дороже для нас, тем не менее, невиданное до того массивы письменного материала. С ним мы вступаем в эпоху полной грамотности населения. Среди прочих вещей нам встречаются первые настоящие труды по истории, представляющие ценность как великие народные творения евреев, в форме сказаний о трагедии вселенского масштаба, разыгрывающиеся вокруг хождения одного народа. Они имеют весьма отдаленное отношение к истории. В любом случае, они тоже доходят до нас через классический средиземноморский мир. Без христианства их влияние ограничивалось бы одним только Израилем. Через него мифы, в них изложенные, предстояло на протяжении четырехсот лет внушать миру то, что мы теперь можем признать определяющей летописью истории, его уже миновавшей. Причем все труды древних историков, важные сами по себе, выглядят всего лишь крошечным разделом всей летописи. Вскоре, по прошествии пятого века до нашей эры, перед нами предстает первая цельная великая литература, включающая все жанры от драмы до эпопеи, лирического гимна, истории и эпиграммы, Хотя то, что от этой литературы сохранилось, представляет собой всего лишь небольшую часть былого величия. Семь произведений из ста с лишним пьес величайшего трагика, например. Тем не менее, эти произведения позволяют нам проникнуть в разум цивилизации настолько глубоко, насколько это не удавалось в случае с прежними цивилизациями. Даже для Греции и, разумеется, для других, более отдаленных частей классического мира, письменного документа как такового недостаточно. Не обойтись без археологии. Однако литературные источники гораздо познавательнее, так как они полнее, чем какие-либо другие источники древнего прошлого. Написаны они в основном на греческом или латинском языке. Двух языках, служивших средиземноморской цивилизацией интеллектуальной валютой. Наличие в английском языке, наиболее широко распространенном сегодня из всех языков мира, такого количества слов, позаимствованных из греческого и латыни, представляется само по себе достаточным доказательством важности данной цивилизации и ее преемников. Письменные памятники на этих языках позволили нам узнать подробности о том, что теперь просто называется «классический мир». Такое название подходит безупречно при одном условии. Мы помним, что люди, которые ввели его в обращение, были наследниками традиций, видевшихся им в нем и находившихся, возможно, в плену их допущений. Остальные традиции и цивилизации тоже прошли свои классические этапы. Это значит, что люди осознают в некотором периоде прошлого эпоху, на протяжении которой формируются нормы существования для грядущих времен. Много позднее европейцы должны были пребывать под гипнозом власти и очарования классической средиземноморской цивилизации. Кое-кто из живших при ней тоже думал, будто они, их культура и времена, являлись исключительными, хотя такие мысли приходили им по причинам, кажущимся нам теперь малоубедительными. Все-таки их цивилизация выглядит исключительной. То было время энергичных и беспокойных людей, определивших стандарты и идеалы, а также технологию и учреждения, которые сулили радужные перспективы. Сущности единства, позже распознанное теми, кто восхищался наследием Средиземноморья, было единством сознания. Неизбежно было не обойтись без весьма анахроничных фальсификаций, внесенных теми, кто позже пытался постичь и использовать классический идеал, а также без романтизации утраченной эпохи. Однако даже после отсева всего этого, когда каноническое прошлое подверглось учеными скептическому исследованию, остается значительный нерастворимый осадок интеллектуальных достижений, с помощью которых эту цивилизацию удается втиснуть в пределы наших умственных границ. При всех сложностях и возможностях превратного истолкования, рассудок представителей Средиземноморского классического века поддается пониманию большинства современных людей. «Это мир», обычно говорят, «воздухом которого мы можем дышать». В создании этого мира выдающуюся роль сыграли греки, и с них следует начинать наше повествование. Они внесли наибольший вклад по сравнению с другими народами в предание ему динамизма, составили основы его мифологического наследия. Греки со своим поиском совершенства определили, скажем, в европейском контексте это совершенство как таковое, и их достижения трудно переоценить. В этом заключается стержень процесса созидания классической средиземноморской цивилизации. Глава вторая Греки Во второй половине восьмого века до нашей эры тучи, скрывавшие Эгейское море с конца бронзового века, начинают потихоньку расступаться. Процессы и события становятся несколько более различимыми. Попадается даже парочка дат, одна из которых представляется важной в истории самоосмысления цивилизации. В 776 году до нашей эры, согласно сообщениям более поздних греческих историков, состоялись первые Олимпийские игры. Спустя несколько веков, греки начнут отсчет истории с этого года точно так же, как мы ведем отсчет от Рождества Христова. Народ, собравшийся на этот и последующие спортивные праздники того же самого рода, признал тем самым свою принадлежность к одной общей культуре. Его основой служил общий язык. Дорийцы, ионийцы и эолийцы говорили на греческом языке. Более того, они делали это на протяжении длительного времени. Язык теперь должен был приобрести определение, исходящее от его записи на некоем носителе, что представляется чрезвычайно важным событием, позволяющим, например, регистрацию на письме традиционной устной поэзии, которую, как говорили, сотворил Гомер. Древнейшая, дошедшая до нас надпись, выполненная греческими буквами на кувшине, относится приблизительно к 750 годам до нашей эры. Она показывает, сколь многим возрожденная гейская цивилизация обязана народам Азии. Та надпись выполнена адаптированным финикийским шрифтом. Греки оставались неграмотными до тех пор, пока их купцы не привезли домой этот алфавит. Похоже, его сначала использовали на Пелопонесе, Крите и Родосе. Возможно, они были первыми областями, населению которых посчастливилось восстановить связи с Азией после древнего Средневековья. Факт этот покрыт завесой тайны, и сорвать ее вряд ли удастся. Но так или иначе, катализатором, ускорившим становление греческой цивилизации, могли быть контакты с народами Востока. Кем были те общавшиеся по-гречески участники Первой Олимпиады? Хотя так до сих пор называют их и их потомков, греками тех людей не называли. Это имя их народу присвоили римляне несколько веков спустя. Слово, которым они назывались, звучит как «эллины». Изначально использовавшееся для обозначения захватчиков греческого полуострова Пелопонес, чтобы отличить их от коренных обитателей, это слово стали применять к разговаривающим на греческом языке народам бассейна Эгейского моря. Им обозначалось новое понятие и новый народ, происходящий из древнего средневековья, и в нем заключалось нечто большее, чем словарное значение. Им обозначалось самосознание новой данности, одной все еще находящейся в стадии формирования, и той, точное значение которой навсегда останется неясной. Некоторые из говоривших по-гречески племен вели оседлый образ жизни еще с восьмого века, и их предки теряются в неразберихе вторжений супостатов бронзового века. Кто-то переселился сюда совсем недавно. Греков среди них изначально не было. Они стали греками по прибытии на свое место в бассейне Эгейского моря. Они теперь определялись языком, и с его помощью между ними сплелись новые связи. Наряду с общим наследием в виде религии и мифологии, греческий язык служил важнейшим признаком принадлежности к грекам, непреложным и высшим проявлением общей культуры. Но все равно такие связи с точки зрения политики никогда особой роли не играли. Они вряд ли служили укреплению единства из-за самого театра греческой истории, которая на самом деле относилась не к грекам, а скорее к бассейну Эгейского моря в целом. Предшествовало всему широкое распространение Минойского и Микенского влияния на заре цивилизации, тем более что практически круглогодично существовала возможность беспрепятственного сообщения по воде между множеством островов и побережьей этого моря. Появление греческой цивилизации вообще можно объяснить особенностями географии ее распространения. Прошлое тоже, разумеется, что-то дозначило, но Минойский Крит и Микены вполне могли оставить Греции меньшее наследие, чем англосаксонская Англия оставила поздней Великобритании. Окружение играло более важную роль, чем история, так как его составляла группа жизнеспособных с хозяйственной точки зрения сообществ людей, общавшихся на одном языке и пользовавшихся легким выходом не только друг на друга, но и к центрам цивилизации на Ближнем Востоке возрастом постарше, точно так же, как древние речные долины. Но по иным причинам бассейн Эгейского моря оказался удачным местом для сотворения цивилизаций. Бассейн Эгейского моря греки по большому счету заселили из-за ограниченных возможностей для проживания, которые они обнаружили на материке. Только на очень небольших его клочках плодородие земли и климатические особенности сулили возможность земледельческого изобилия. По большей части земледелие втискивалось в узкие полоски пойм рек, окаймленные каменистыми или поросшими лесом холмами, которые приходилось обрабатывать после окончания паводка. Месторождения полезных ископаемых встречались редко, а залежей олова, меди или железа не удалось отыскать вообще. Совсем немного долин спускалось прямо к морю, и осуществлять сообщения между ними обычно представлялось трудной задачей. Все эти географические сложности склоняли жителей Аттики и Пелопонеса к обращению взоров на земли, лежащие за морем, перемещаться по которому было намного легче, чем по неровностям суши, тем более разделяли морских соседей расстояние, не превышавшее 65 километров. Такая тенденция усилилась уже в X веке до нашей эры из-за роста населения, когда удобных для земледелия земель стало явно не хватать. В конечном счете наступила великая эпоха колонизации. К ее завершению, в VI веке, греческий мир простирался далеко за пределами бассейна Агейского моря, от Черного моря на востоке до Балиарских островов, Франции и Сицилии на западе и Ливии на юге. Но переселение это продолжалось несколько веков, на протяжении которых, кроме демографического фактора, следует отметить роль еще несколько важных обстоятельств. В то время как Фракию заселяли колонисты-земледельцы, занимавшиеся поиском свободных земель, остальные греки осели в Леванте или Южной Италии в качестве купцов в расчете либо на потенциальное богатство, либо ради выхода на металлы, в которых они нуждались, но не могли найти в Греции. Некоторые черноморские греческие города возникали там, где можно было организовать торговлю, а другие — в места, где имелся потенциал для занятия земледелием. И при этом торговцы и земледельцы были не единственными миссионерами, занимавшимися распространением греческого уклада жизни и преподаванием греческого языка среди народов, населявших внешний мир. Хронологические записи других стран служат для нас свидетельством появления там греческих наемников, начиная с VI века, когда они воевали на стороне египтян против ассирийцев, и дальше. Все приведенные выше факты должны были оставить важные социальные и политические последствия для родины самих греков. Несмотря на службу в зарубежных армиях и яростные ссоры между собой, всегда подчеркивая различия в традициях и духовной сфере между биотийцами, дурийцами или ионийцами, греки никогда не забывали о своей общей этнической принадлежности и отличии от других народов. Это имело практическую важность. Греческих военнопленных, например, нельзя было обращать в рабов, в отличие от варваров. Это определение стало порождением самоосознанного эллинизма, однако тогда оно звучало содержательнее и не так презрительно, как в современной речи. К варварам относились народы остальной части мира, то есть те, кто не владел разборчивым греческим языком, каким бы то ни было его диалектом, а произносил некую тарабарщину, непонятную простому греку. На великие религиозные праздники греческого года, когда народ из многих городов собирался вместе, тех, кто не владел греческим языком, не пускали. Религия служила еще одной основой греческой идентичности. Греческий пантеон выглядит явлением чрезвычайно сложным и представляет собой сплав массы мифов, сочиненных обитателями многочисленных общин, проживавших на обширной территории в разное время. Между этими мифами порой отсутствует связь или даже просматриваются противоречия, преодоленные позже благодаря рациональному подходу. Некоторые из этих мифов пришли извне, как азиатский миф о золотых, серебряных, бронзовых и железных веках. В основе греческого религиозного опыта лежали местные предрассудки и вера в подобные легенды. Причем религиозный опыт греков в значительной мере отличался от религиозного опыта других народов его исключительно гуманизирующей направленностью. Греческие боги и богини при всем их божественном положении и власти выглядят поразительно человечными, во многом позаимствованные у египтян и народов Востока. В греческой мифологии и произведениях искусства боги обычно представляются, как мужчины и женщины, обитающие в мире, лишенном чудовищ Ассирии и Вавилонии. Нет там и многорукова шивы. Греки устроили буквально революции в религиозной сфере. Обращение к ней означало, что человек — существо богоподобное. Мысль эта уже прослеживается у Гомера. Быть может, он наравне с остальными греками замахнулся на сверхъестественную суть человека и не оставил большого места предмета массового поклонения. Он представляет богов, вставших на сторону того или иного из противников во время Троянской войны, в слишком человеческом виде, тем более они ввязались в спор друг с другом. А когда Посейдон изводит своими капризами героя Одиссеи, Афина принимает участие в его судьбе. Один поздний греческий критик сетовал на то, что Гомер приписал богам все те качества, которые считаются постыдными и заслуживающими порицания в мире людей. Воровство, супружескую измену и обман. Мир богов у греков мало отличался от мира людей. Илиада и Одиссея уже упоминались как источники сведений о доисторических временах. Эти произведения тоже сыграли свою роль в определении контуров будущего. На первый взгляд, они представляются занимательными объектами для воздаяния должного народу. В Илиаде содержится изложение краткого эпизода из легендарной, давно прошедшей войны. Одиссея же больше напоминает роман, автор которого повествует о скитании одного из величайших литературных персонажей по имени Одиссей по пути домой с той же самой битвы. Этим весь сюжет и исчерпывается, но их почему-то стали почитать как некое святое писание. Масса времени и литры чернил потрачены на споры о том, как их удалось сочинить. Наиболее вероятным теперь представляется, что они приняли свой теперешний вид в Ионии чуть раньше семисотых годов до нашей эры. Существенный момент состоит в том, что некто собрал материал, накопившийся за четыре века в сказаниях поэтов-песенников, и соткал его в единую устоявшуюся материю, и в этом смысле данные произведения считаются кульминацией эпохи греческой героической поэзии. При том, что эти произведения могли записать в седьмом веке, стандартную версию этих стихов приняли только в шестом веке. К тому времени их уже считали авторитетным изложением ранней греческой истории, источником нравов и модели поведения, а также главным показателем литературного образования. Таким образом, они стали не только первыми документами греческого самоопределения, но и воплощением основных ценностей классической цивилизации. Позже им предстояло превратиться в нечто большее. Вместе с Библией они стали источником западной литературы. Какими бы гуманными по Гомеру не выглядели его боги, обитатели греческого мира к тому же испытывали глубокое уважение ко всему оккультному и мистическому. Это уважение нашло свое воплощение в таких явлениях, как приметы и пророчества. Алтари пророчеств Аполлона в Дельфах или в Дидиме на территории Малой Азии служили местами паломничества и источниками загадочных советов. Проводились обрядовые поклонения, участники которых занимались мистериями с воспроизведением великих природных процессов начала цветения и роста, наблюдавшихся при прохождении сезонов. Популярная религия в литературных источниках занимает далеко не первое место, но она никогда полностью не отрывалась от религии, так сказать, респектабельной. Важно не забывать о таких иррациональных недрах, тем более, что достижения греческой элиты на протяжении более поздней классической эпохи выглядят внушительными и надежно опираются на здравый рассудок и логику. Само безрассудное начало, однако, никуда не девалось, и в раннем периоде формирования, о котором идет речь в настоящей главе, это бросается в глаза. В литературных источниках и признанной традиции, тоже, пусть даже совсем не точно, говорится о социальных и политических атрибутах Древней Греции. Гомер представляет нам картину общества царей и аристократов, но общество уже отжившего свое к моменту, когда он взялся за его изображение. Титул царя иногда продолжал существовать, и в одном месте, то есть в Спарте, постоянно правили два царя сразу. К историческим временам власть перешла от монархов к родовой знати практически во всех греческих городах постоянную напористость и самостоятельность греческой общественной жизни можно объяснить поглощенностью военной аристократии проблемой храбрости. Ахиллес, в том виде, в каком его представляет нам Гомер, выглядит таким же задиристым и ранимым персонажем, каким был любой средневековый европейский барон. Греки не удосужились создать некую прочную империю, так как основанием ей должен был служить фундамент из известной степени подчинения блага меньшему благу, большему или некоторой готовности согласиться с дисциплиной упорядоченной службы. Это было бы совсем неплохо. Только греки с их эллинским гонором не могли собрать в единое государство даже свою собственную родину. Ступенькой ниже родовой знати древних городов стояли жители прочих слоев все еще весьма примитивного общества. Вольные граждане работали на собственной земле или иногда на чужой. Состояние не переходило к новому владельцу быстро или легко до тех пор, пока деньги не сделали его доступным в виде, позволяющим более упрощенную передачу, чем передача земли. Гомер измерял ценность в валах и он явно предвидел появление золота и серебра в качестве предметов передачи в процессе вручения даров, но не как средство обмена. Это послужило фоном для формулирования более поздней идеи о том, что торговля и выполнение подсобных задач не пользуются уважением, взгляд на аристократию оставался неизменным. Теперь проще понять, почему в Афинах и, возможно, повсеместно, торговлей на протяжении длительного времени занимались метеки или переселенцы из-за рубежья, не пользовавшиеся никакими гражданскими привилегиями, но зато оказывавшие греческим гражданам услуги, которые те сами себе отказывались бы оказывать. Рабство воспринималось, разумеется, как дело само собой разумеющееся, хотя много непонятного окружает само его учреждение. Оно, со всей очевидностью, позволяет самое вольное толкование. В допотопные времена, если Гомер именно их имел в виду, в большинстве своем в рабов обращали женщин, служивших добычей победителя, а убийство плененных мужчин позже уступило место и их обращению в рабство. Крупномасштабное рабство на плантациях, каким оно было в римских или европейских колониях новейших времен, встречалось крайне редко. Многие греки в пятом веке, числившиеся вольными гражданами, владели одним или двумя рабами, а по одной оценке в период высшего расцвета Афин, около четверти населения этого государства составляли рабы. Рабы могли рассчитывать на освобождение. Один раб в четвертом веке стал весьма известным банкиром. Весь мир в то время строился на предположении о том, что рабство вечно, и поэтому вряд ли кому на ум приходило желание оспаривать то, что греки считали бесспорным. Не существовало ни одного дела, выполнение которого обходилось бы без рабов. От земледельческого труда до обучения наше слово «педагог» изначально относилось к рабу, который сопровождал мальчика из знатного рода в школу. Рабы могли, а иностранные граждане должны были, служить одними из многочисленных каналов, посредством которых греки продолжали подвергаться влиянию Ближнего Востока еще на протяжении долгого времени после того, как цивилизация снова появилась в бассейне Эгейского моря. Гомер упоминал Демиоргуои, иноземных ремесленников, которые наверняка принесли с собой в города Эллинов не только техническое умение, но и сведения о других народах. В более поздние времена мы слышим о греческих мастерах, осевших в Вавилоне, и можно привести множество примеров, когда греческие солдаты нанимались на службу при иноземных царях, когда персы брали Египет в 525 году до нашей эры, греки воевали с обеих сторон. Некоторые из ветеранов той войны должны были возвращаться на свою эгейскую родину обогащенными новыми представлениями и впечатлениями, между тем существовало непрерывное торговое и дипломатическое общение между греческими городами в Азии и их соседями. Разнообразие постоянных обменов, вытекающих из предприимчивости греков, весьма затрудняет разграничение местного и иноземного вклада в культуру Древней Греции. Одной из соблазнительных сфер можно назвать искусство. Точно так же, как у жителей Микен, которые отразили азиатские обряды, у греков сюжеты с животными, украшающие бронзовые изделия, или позы богинь, например, Афродита, напоминают искусство Ближнего Востока. Позже мастера монументальной архитектуры и скульптуры Греции подражали египетским коллегам, по египетским памятникам старины шлифовались стили произведений, сотворенных греческими ремесленниками в Навкратисе, при том, что конечный продукт в виде зрелого искусства классической Греции считается единственным в своем роде, его корни лежат далеко в прошлом, когда случилось восстановление связей с Азией в восьмом веке. Не поддающимся скорому описанию остается последующее неспешное освещение процесса культурного взаимодействия, которое к шестому веку шло в обоих направлениях, так как Греция к тому времени выступала в роли одновременно и ученика, и учителя. Например, царство Лидия, принадлежащее легендарному Крезу, считающемуся богатейшим в мире человеком, подверглась эллинизации со стороны его греческих городов-данников. Подданные Креза переняли от греков искусство и более того позаимствовали у них алфавит, косвенно приобретенный через Фригию. Таким манером в Азию вернулось то, что было у нее получено раньше. Задолго до пятисотых годов до нашей эры греческая цивилизация отличалась такой сложностью, что в любой момент легко потерять связь с истинным положением дел под стандартом ее времени. Древняя Греция выглядела стремительно меняющимся обществом, причем одни ее изменения заметить легче, чем другие. Одним из важных событий к концу седьмого века представляется вторая и более значительная волна переселенцев, часто прибывавших из восточных греческих городов. Их колонии появлялись в силу аграрных трудностей и бурного роста народонаселения на родине. Потом наступила очередь подъема торговли. Новые хозяйственные отношения, завязывавшиеся в виде торговли с негреческим миром, стали проще. В качестве свидетельства такого подъема можно привести увеличение объема обращения серебра. Царь Лидии первым приступил к чеканке настоящих монет, отличавшихся стандартным весом и вытиском. А в шестом веке деньги начали широко использоваться во внешней и внутренней торговле. Только в спарте противились их внедрению. Проблему нехватки земли на родине попытались решить методом узкой специализации. Правитель Афин обеспечил ввоз необходимых его подданным объемов зерна через специализацию на изготовлении огромного количества глиняной посуды и постного масла. В Хиоса отправляли на продажу постное масло и вино. Некоторые греческие города попали в гораздо большую зависимость от иностранного зерна, ввозимого в частности из Египта или греческих колоний Черного моря. Торговая экспансия означала не только то, что земля перестала служить единственным магистральным источником богатства, но также и то, что больше людей могло купить землю, которая стала основным показателем статуса в обществе. Торговая экспансия потребовала радикальных преобразований в военной и политической сферах. Древним греческим идеалом войны считалось единоборство, то есть вид сражения, естественный для общества, выставлявшего воинов-аристократов, верхом или на колеснице для встречи на поле боя с равными им представителями знати, в то время как легко вооруженные слуги выясняли отношения с равными себе. Ну вариши могли приобрести доспехи и оружие для оснащения самого передового на то время военного инструмента в виде полка гоплитов или тяжело вооруженных пехотинцев на протяжении двух веков служившего становым хребтом греческих армий и обоспечивавшего им превосходство над врагами. Они одолевали врага своим дисциплинированным единством, а не отчаянной храбростью отдельных бойцов. Гоплиты защищали голову шлемами, грудь кирасами и несли с собой щиты. Их главным оружием было копье, предназначавшееся не для метания с некоторого расстояния, а для нанесения колющих и режущих ударов в рукопашной схватке, происходившей после сближения с противником в организованном строю гоплитов. Причем основной пробивной силой выступал как раз такой строй. Они разгонялись в виде организованной массы, чтобы смять противника своей инерцией. При этом их успех полностью зависел от способности организовать дисциплинированную боевую единицу. Сутью новой войны стало развитие способности к коллективным действиям, при том, что теперь к участию в сражениях привлекалось гораздо большее число воинов. Расчет, тем не менее, делался не только на количество, как доказали три века греческих побед над азиатскими армиями. Большую роль стали играть такие факторы, как дисциплина и тактическая выучка, а для них требовалась соответствующая регулярная подготовка, а также расширение социальной прослойки воинов. Таким образом потребовалось привлекать больше мужчин к обеспечению властных полномочий, считавшихся в древности практической монополией властей придержащих. В те годы пришлось пойти и еще на некоторые нововведения. Греки додумались до политической деятельности. Задумка обратиться к коллективным проблемам через обсуждение вариантов возможного выбора решений в публичном поле принадлежит им. Масштаб содеянного греками сохранился в языке, которым мы до сих пор пользуемся, так как слова политика и политический происходит от греческого слова полис или город-государство. Он служил каркасом жизни греков. Полис нечто много больше для грека, чем простое скопление народа, решившего жить в одном месте из хозяйственных соображений, и это проявляется еще в одном греческом обороте речи, греки не могли сказать, что афины делают то-то или фивы занимаются тем-то, как сказали бы англичане, а упоминали конкретно афинян и жителей фив, как принято по нормам русского языка. Часто жестко разделенное население полиса или города-государства представляло собой общину, сплоченное единство людей, осознающих общие интересы и объединяющие цели. Такое коллективное единомыслие можно назвать сутью существования города-государства. Все недовольные порядками в своем городе могли поискать альтернативу в другом месте. Такая свобода выбора обеспечивала высокую степень единства горожан, но одновременно обусловливала узость их воззрений. Греки навсегда сохраняли привязанность к своей местной автономии еще одно греческое слово и жители города-государства всегда взирали на внешний мир с настороженностью и подозрением. Постепенно у жителей полисов появились свои боги-хранители, свои праздники и свое церковное представление, соединившее живущих людей с прошлым, а также служившее обучению их традициям и законам. Так город-государство превратился в организм существующий сменяя поколения. В годы ветхозаветной старины категория граждан, то есть тех, кто составлял политически активную общину, сводилась к гоплитам, на которых держалась защита города-государства. Неудивительно, что в дальнейшем греческие реформаторы обеспокоенные последствиями действий сторонников политического экстремизма, будет часто с надеждой обращаться к сословию гоплитов, видя в них устоявшийся прочный фундамент полиса. У истоков городов-государств лежали некоторые другие реалии география, экономика, родство. Многие из этих городов выросли на очень древних территориях, заселенных в мекенские времена. Другие были новее, но почти всегда города-государства располагались в узких долинах, едва обеспечивавших их существование. Некоторым из них повезло больше, Спарту основали в просторной долине, другим не посчастливилось совсем, Аттике досталась совсем тощая земля, и по этой причине граждан Афин приходилось кормить привозным зерном. Местный диалект усиливал ощущение независимости, укреплял чувство общего племенного происхождения, продолжавшее жить в массовых публичных поклонениях. К началу исторических времен эти факторы уже поспособствовали возникновению чувства принадлежности к своей общине и индивидуальности, в силу которых греки фактически не могли себе представить жизни без родного города-государства. Некие туманные лиги и конфедерации в расчет не брались. Участие граждан в жизни города было самым непосредственным, мы бы сочли его даже чрезмерным, но из-за его масштаба город-государство мог обойтись без тонко настроенной бюрократии. Сословия граждан, всегда составлявшие гораздо меньшую часть всего его населения, всегда можно было созвать на собрание в заранее оговоренном месте. Крайне маловероятно, что правитель города-государства стремился к мелочному бюрократическому регулированию дел его граждан. Что-либо подобное находилось далеко за пределами полномочий его учреждений. Если судить по свидетельствам из Афин, а об этом государстве мы имеем больше всего информации, подчеркнутой из надписей на камнях, разграничение полномочий власти, суда и законотворчества у древних греков происходило несколько иначе, чем в современном обществе. По аналогии с Европой Средневековья исполнительный акт можно было оформить как решение суда в толковании действующей нормы права. Судоустройство, формально говоря, определялось ассамблеей граждан. Число и квалификация членов этого ведомства определяло учредительный характер самого государства. От него в большей или меньшей степени зависели полномочия постоянного правительства в форме магистратов или судов. Ничто не напоминало бюрократию, уже наблюдавшуюся нами в царствах Ближнего Востока или в Китае периода сражающихся царств и даже еще большую при династии Хань. Правда, однозначные выводы по таким вопросам делать рискованно. Тогда существовало больше ста пятидесяти городов-государств и о многих из них нам ничего не известно. О большинстве остальных мы располагаем совсем скудными сведениями. Очевидно, что существовали большие различия между способами ведения городских дел, но общие подходы предположить можно, поскольку богатство становилось все более широко распространенным, аристократия, потеснившая царей, сама превратилась в объект соперничества и нападок. Новые люди стремились заменить их правительствами, представители которых относились к традиционным интересам с меньшим почтением. В результате наступила эпоха правления тех, кого греки назвали тиранами. Они часто располагали большими деньгами, но к власти приходили за счет своей популярности у народа, и многие тираны должны были выглядеть доброжелательными деспотами. Они восстановили мир, нарушенный по причине социальных дрязг, вероятно усилившихся из-за затруднений, связанных с нехваткой земли для всех желающих. Мир способствовал экономическому росту, равно как обычно добрые отношения, связывавшие тиранов друг с другом. Седьмое столетие было для них золотым веком, но все-таки век тиранов длился недолго. Немногие тирании просуществовали больше одного поколения. В шестом веке до нашей эры практически повсеместно течение жизни повернуло в сторону коллективного правления. Стали появляться такие формы правления, как олигархия, конституционное правительство и даже зачаточная демократия. Выдающимся примером послужили Афины. На протяжении длительного времени казалось, что в Аттике вполне достаточно пусть и тощей земли для того, чтобы предотвратить общественное волнение в Афинах, которое в других государствах вызвали движение колонистов. К тому же в ее хозяйственной системе с самого начала предусматривалась особая живучесть во многих отношениях. По гончарному производству уже в восьмом веке до нашей эры было видно, что Афины занимают положение лидера в сфере торговли и ремесел. Однако в шестом веке до нашей эры Афины тоже потряс конфликт между богатыми и бедными гражданами. Масло и вино и емкости для их хранения стали основными товарами афинского экспорта, а зерно оставалось дома. Одновременно через серию реформ уравняли права старого поместного сословия с недавно разбогатевшими нуваришами через новый народный совет, призванный исполнять функции эклессии, то есть общего собрания всех граждан. Сразу ликвидировать раскол в афинском обществе с помощью таких изменений не получилось. Век тиранов завершился только с изгнанием последнего моих представителя в 510 году до нашей эры. Тогда в Греции наконец-то начали функционировать учреждения, посредством которых греки парадоксальным образом пришли к самому демократичному способу государственного управления, и это при том, что в Греции насчитывалось рабов больше, чем в любой империи. Все политические решения принимались большинством голосов экклессии, участники которой к тому же выбирали главных судей и полководцев. Действенные меры предусматривались для организации граждан в объединение, предназначенной для того, чтобы предотвратить появление отдельных группировок городских жителей, противопоставлявшихся земледельцам или купцам. Наступала великая эпоха процветания, когда афинам предстояло по сознательной инициативе властей организовать праздники и поклонения, выходившие за пределы города и становящееся достоянием всех греков. Это походило на попытку афин стать лидером греческого мира. Многое было сделано на противопоставлении афин и их великого соперника Спарты. В отличие от афин, перед Спартой стояла задача несовершенствования ее учреждений, а противодействия их изменению, Спарте нашел воплощение самый консервативный подход к этой проблеме, состоявший в ее решении на протяжении достаточно длительного периода времени посредством укрепления общественной дисциплины дома и покорения соседей, что позволяло спартанцам удовлетворять потребность в земле за счет других народов. Очень скоро по этой причине произошло окостенение спартанской общественной структуры. Спарта превратилась в настолько жестко традиционное государство, что появилось предположение о том, что ее легендарный законодатель по имени Ликурк даже запретил записывать ее законы. Положение всех законов внедряли в рассудок спартанцев с помощью строгого воспитания с юных лет как мальчиков, так и девочек. Спарта обошлась без каких-либо тиранов. Правление ею поручалось двум ведомствам — совету старейшин и пятерке магистратов, названных эфорами, в то время как двух наследных царей наделяли особыми военными полномочиями. Эти олигархи подчинялись исключительно и в случае крайней необходимости ассамблея спартиатов, которых, если верить Геродоту в начале пятого века до нашей эры, насчитывалось около пяти тысяч человек. Таким образом, Спарта представляла собой великую аристократию, своим происхождением, на чем сходятся древние писатели, обязанную сословию гоплитов. Спартанское общество осталось земледельческим, купеческому сословию пути не давали, Спарта даже осталась в стороне от движения колонизации, и спартанцы предприняли всего лишь одно мероприятие подобного рода. Из-за этого среди спартиатов возникла своего рода военизированная уравниловка, основанная на готовности каждого пожертвовать собой ради своего государства. Хотя время шло, и позиция царей позволила немного смягчить условия их жизни, спартиаты так и не узнали, что такое богатство или уют. До самого наступления классических времен они все носили одинаковую одежду и питались в общинных столовых. Условия их жизни характеризовались одним словом «спартанские», отразившим идеализацию бойтовских качеств и жесткой дисциплины. Возможно, спартанская политика упрощалась или приглушалась серьезнейшей проблемой Спарты, которая заключалась в делении общества на общины граждан и остальных жителей. Большая часть жителей спартанского государства категории граждан не принадлежала. Часть жителей Спарты были гражданами, но большинство составляли илоты, по сути, рабы, привязанные к земле, которые наряду со свободными крестьянами выполняли ту же задачу выращивания продуктов, потребляемых в общинных столовых спартиатов. Изначально илотское население могли составлять местные жители, взятые в рабство в результате нашествия дорийцев, но этих рабов, как позже смердов, привязали к земле, они сделали собственностью частных владельцев. Понятно, что позже их численность выросла в результате завоеваний чужих земель, прежде всего после аннексии в восьмом веке до нашей эры равнины Мессинии, исчезнувшей из греческой истории в качестве независимого государства на триста с лишним лет. В результате над спартанским достижением нависло облако страха перед элотским восстанием, и этот факт не остался без внимания остальных греков. Отношения спартанцев с другими государствами осложнились, все сильнее они опасались надолго отправлять свою армию за границу, чтобы в ее отсутствие дома не возникло соблазна мятежа. Власти спарты постоянно находились на чеку, а враг, которого они боялись, поджидал удобного момента у них дома. Спарту и Афины в пятом веке до нашей эры ждал смертельный разлад, и после него эти государства воспринимались как два полюса политического мира античной Греции. Ими, конечно же, не ограничивались модели государственного устройства, и здесь кроется одна из загадок греческого успеха. Следует помнить о богатстве политического опыта. Этот опыт послужил бы пищей для первых системных размышлений о великих проблемах права, долга и обязанностей, с тех пор занимавших лучшие умы человечества, по большому счету, с точки зрения обозначенной классическими греками. В доклассические времена царили авторитет обычаев и исключительно местный опыт. Город государства был общим наследием и практической собственностью греков, но они знали о других типах политической организации через контакты, установленные в ходе торговых отношений и в силу открытой природы многих их собственных поселений. У греческого мира имелись пограничные области, где существовала опасность возникновения конфликта с соседями. На западе они когда-то упорно продвигались в ходе практически безграничной экспансии, но два века поразительного продвижения закончились около 550-х годов до нашей эры, когда карфагенцы и этруски своей мощью поставили предел. Первое поселение, располагавшееся на местах, которое за несколько веков до этого использовались минойцами и микенцами, служит свидетельством того, что в их появлении торговля играла такую же важную роль, как земледелие. Их большая часть находилась на Сицилии и в Южной Италии, то есть на территории, которую в более поздние классические времена назовут Магна Граэсия, Великая Греция. Богатейшей из этих колоний считались Сиракузы, основанные коринфянами в 733 году до нашей эры, и в конечном счете им суждено было превратиться в доминировавшее на западе греческое государство. Самая удобная их гавань находилась на Сицилии. За пределами данной колониальной территории поселения появились на Корсике и на юге Франции, в Массилии, позже названной Марселем. Одновременно кое-кто из греков поселился среди этрусков и латинян центральной Италии, греческие товары появляются даже в далекой Швеции и греческий стиль архитектуры замечается в оборонительных сооружениях Баварии постройки шестого века. Влияние более деликатное, трудно определить, хотя один римский историк полагал, что греческий пример послужил предтечей цивилизации варваров на территории позже ставшей Францией, именно греки научили этих варваров возделывать почву и культивировать виноградную лозу. Если все произошло именно так, то потомки многим обязаны неугомонным греческим купцам. Греки со своей энергичной экспансией явно вызвали у финикийцев зависть и желание повторить их пример. Финикийцы основали Карфаген, а карфагеняне захватили плацдарм на западе Сицилии, в конечном счете они смогли перекрыть грекам торговлю в Испании. Однако они не могли прогнать греческих поселенцев Сицилии, как смогли этруски, прогнавшие греков из Италии. Решающее сражение, во время которого сиракузцы разбили карфагенскую рать, состоялось в 480 году до нашей эры. Этот год имел еще большее значение для греческих отношений с Азией, так как жители греческих городов Малой Азии часто находились в состоянии ссоры со своими соседями. Они претерпели много бед от лидийцев, пока не достигли соглашения с лидийским царем Крезом, обладавшим легендарным богатством, и не принесли ему полагающуюся дань. Еще раньше греки повлияли на лидийские манеры. Кое-кто из предшественников Креза отправлял подношения для возложения к алтарям дельфов. Теперь эллинизация Лидии стала происходить еще быстрее. Как бы там ни было, но намного более грозный соперник появился гораздо дальше на востоке. То была Персия. Война между Грецией и Персией считается кульминационным моментом истории Древней Греции с последующим переходом ее в классическую эпоху. Так как греки придавали громадное значение своему затянувшемуся конфликту с персами, легко теряются из виду многочисленные нити, связывавшие соперников. На персидских флотах и в меньшей степени в персидских армиях, отправленных на штурм Пелопонеса, служили тысячи греков, главным образом выходцев из Ионии. Кир привлекал наемных греческих резчиков по камню и скульпторов, а у Дария служил лекарь грек. Вероятно, война послужила появлению антагонизма не меньше, чем его дальнейшему разжиганию. Какое бы глубокое эмоциональное отвращение не превозгласили греки к стране, народ которой относился к своим царям как к богам причины той войны лежали в мощной экспансии Персии, находившейся под властью Ахаменидов. Около пятьсот сороковых годов до нашей эры перцы покорили Лидию, то есть наступил конец правлению Крёза, якобы спровоцировавшего нападение персов своим опрометчивым толкованием высказывания эдельфийского прорисателя, который будто бы сказал, что если тот пойдет войной на Персию, то сможет разрушить великую империю, но не уточнил какую. Теперь грекам и персам предстояло противостояние повсюду, куда бы ни направлялся наступательный порыв персидских армий, когда персы покорили Египет, греческие купцы лишились там своих доходов. Затем персы переправились в Европу и подчинили себе прибрежные города до самого Македона, находившегося далеко на западе, переправиться через Дунай у них не получилось, а в скором времени пришлось уйти из Скифии. В этом регионе возник своего рода перерыв в войне. В 50-х годах V века до н.э. жители азиатских греческих городов подняли мятеж с целью избавления от персидского сюзеренитета. Поводом для мятежа можно считать поражение Дария в борьбе с скифами. Жители материковых городов или некоторых из них приняли решение выступить на помощь мятежникам. В Ионию направился флот Афин и Эретрии. В ходе последовавших операций греки сожгли бывшую столицу Лидии город Сарды библейский Сардис где размещалась западная сатрапия Персидской империи. Но мятежники в конечном счете потерпели поражение а жителям материковых городов пришлось испытать на себе месть разгневанного противника. Большие события в древнем мире обычно разворачивались неспешно, а подготовка масштабных экспедиций тем более требовала массу времени, но практически сразу после подавления Ионийского восстания персы послали на греков свой флот. Этот флот погиб во время шторма у Афонского мыса. Со второй попытки предпринятой в 490 году до нашей эры персы расправились с эритрией, но потом потерпели поражение от афинян, сражение у местечка, название которого стало легендарным «Марафон». При том, что эта победа принадлежит афинянам, лидером на следующем этапе борьбы с Персией выступила Спарта, считавшаяся самым сильным из городов государств на греческой земле. Из Пелопонесской лиги, так назывался военно-политический союз, образованный греками ради того, чтобы спартанцам не пришлось в будущем отправлять свою армию в зарубежные походы, выделился некий национальный лидер в лице той же Спарты. Когда персы десять лет спустя возобновили наступление на греков, те практически единодушно смирились с верховенством Спарты, даже правитель Афин, которому удалось укрепить Афинский флот, превратившийся в главную морскую силу Лиги на море. Греки говорили и, несомненно, верили в то, что персы пришли снова в 480 году до нашей эры через Фракию числом в несколько миллионов человек, даже если, как теперь кажется более вероятным, персы на самом деле располагали войском в лучшем случае под 100 тысяч человек, включая несколько тысяч греков, их было достаточно много для непропорционально меньшего числа защитников греческих городов. Персидское войско медленно двигалось вдоль побережья вниз к Пелопонесу в сопровождении огромного флота, нависавшего с флангов. При всем этом греки располагали важными преимуществами в виде прекрасно обученной военному делу тяжелой пехоты, имевшей более совершенное вооружение, высокого боевого духа и рельефа местности, лишавшего персидскую конницу превосходства над греками. На сей раз решающее сражение произошло в море. За ним последовал еще один ставший легендарным эпизод, когда царь спарты Леонид первой с тремястами воинами своей личной гвардии на два дня остановил превосходящие силы персов в фермопийском проходе. После гибели всех защитников персам пришлось оставить Аттику. Греки отошли к Каринфскому перешейку. Свой флот они сосредоточили в бухте острова Соломин под Афинами. Время работало на пользу грекам. Стояла осень. В скором времени должна была наступить зима, к которой персы не были готовы, а зимы в Греции весьма суровые. Персидский царь Ксеркс пренебрег численным превосходством своего флота и принял решение сразиться с греками в узких проходах у острова Соломин. Его флот дрогнул, и Ксеркс начал долгое отступление к Гелеспонту. На следующий год войско, которое он оставил после своего отступления, потерпело поражение при Платеях, а греки в тот же день победили в еще одном великом морском сражении при Микале у мыса с противоположной стороны Эгейского моря. На этом греко-персидская война завершилась. То был великий момент в греческой истории, быть может величайший, и Спарта с Афинами покрыли себя неувядающей славой. Затем наступила очередь освобождения азиатской части Греции, и это был период непреклонной веры греков в свои силы. Их порыв не ослабевал до самой высшей точки своего проявления, когда через полтора столетия образовалась Македонская империя. Осознание греками своей самости достигло максимального предела, и людям, оглядываясь назад на эти героические дни, оставалось только задаваться вопросом, не был ли тогда навсегда упущен великий шанс объединения Греции как великой нации. Возможно, к тому же здесь заключалось нечто большее, так как отражение азиатского деспота греческими вольными гражданами заложило зерно противопоставление между тиранией и народовластием, часто используемого поздними европейцами, хотя в пятом веке до нашей эры это противопоставление возникало в умах очень немногих греков, но из мифов рождаются будущие реалии, и несколько веков спустя другим людям придется оглянуться в старину, на марафон с Соломином, и увидеть в них первые из многочисленных побед в сражениях, когда Европа вставала на пути варваров и одерживала верх. С победой над персами началась величайшая эпоха в истории Греции. Кое-кто говорит о так называемом греческом чуде, настолько высокими представляются достижения этой цивилизации, однако фоном для тех достижений служила настолько горькая и развращенная политическая история, что все закончилось исчезновением главного атрибута, в котором существовала греческая цивилизация, города-государства. Сложное в деталях это дело совсем не сложно представить в общем виде. Война с Персией после сражений при Платеях и Миколе тянулась еще на протяжении тридцати лет, но теперь она служила всего лишь фоном явления поважнее обостряющегося соперничества между Афинами и Спартой. Все обошлось, и спартанцы с легкой душой отправились домой, переживая о своих элотах. В результате Афины остались бесспорным лидером тех государств, цари которых горели желанием продолжать освобождение от Персов остальных городов. Они образовали конфедерацию под названием Делосская Лига. Союз, предназначенную для содержания общего флота, нацеленного на борьбу с персами, а командовать ею назначили Афининина. Время шло, но своих кораблей члены конфедерации в общий флот не предоставляли, ограничиваясь денежными пожертвованиями. Кто-то стал воздерживаться от платежей под тем предлогом, что угроза со стороны Персия слабело. Вмешательство афинян, проверявших поступление средств, усилилось и стало жестче. Царя Наксоса, например, попытавшегося покинуть Альянс, осадили на его острове и силой вернули в Лигу. Делосская Лига постепенно превращалась в Афинскую империю, и признаками этого можно назвать переезд ее совещательного органа с Делоса в Афины, использование общих денежных взносов на нужды Афин, распространение власти Афинского городского суда на участников Лиги и передача важных уголовных дел на рассмотрение в Афинские суды. После заключения мирного договора с Персией в 449 году до нашей эры Делосскую Лигу распускать не стали, хотя причины для ее сохранения не находились. На пике существования этой Лиги дань Афинам платили 150 с лишним государств. Первые этапы этого процесса в Спарте восприняли благосклонно, довольные тем, что обязательства перекладываются на другие государства за пределами их собственных границ. Как и в остальных странах, изменение обстановки в Спарте осознавали с некоторым запаздыванием. Когда суть этих изменений до них доходила, оказывалось, что афиняне со своей гегемонией все больше влияли на внутреннюю политику греческих государств. У них часто возникал раскол по поводу содержания Лиги. Вносившие налоги богатые граждане негодовали из-за необходимости вносить дань, а те, кто был беднее, ничего не платили, у них просто не находилось денег. Вмешательство афинян сопровождалось внутренней революцией, результатом которой становилась имитация афинских учреждений. Афины сами жили в условиях постоянной борьбы, которая неуклонно вела их в направлении демократии. К 460 году до нашей эры эта проблема стала острой, и раздражение по поводу их поведения на дипломатическом поприще скоро приобрело идеологический привкус. Усилить раздражение афинами могли и другие факторы. Они слыли крупным торговым государством, и положение еще одного большого торгового города Каринфа выглядело весьма неустойчивым. К тому же объектами прямой афинской агрессии оказались биотийцы. Таким образом накопились предпосылки для формирования коалиции против Афин, и во главе ее в конечном счете встала Спарта, вступившая против Афин в войну, начавшуюся в 460 году до нашей эры. Последовали 15 лет весьма вялых вооруженных столкновений, закончившихся сомнительным миром. И только спустя еще 15 лет, в 431 году до нашей эры, началась большая внутренняя расприя, которой суждено было сломать хребет классической Греции. Речь идет о Пелопонесской войне. Она длилась с перерывами 27 лет, до 404 года до нашей эры. По сути, то была война сухопутных греков против греков морских. На одной стороне выступала Спартанская лига с Биотией, Македонией, ненадежный союзник, и Коринфом, как самыми важными сторонниками Спарты. Они удерживали Пелопонес и пояс суши, отделявшие Афины от остальной территории Греции. Союзники Афин располагались вдоль побережья Агейского моря, в ионийских городах и на островах, то есть в области, принадлежавшей им со времен Делосского союза. Стратегия диктовалась доступными средствами. Армию Спарты было лучше всего использовать для захвата Афинской территории с последующим ее подчинением. Афинянам было нечего противопоставить своим врагам на суше, зато они располагали более мощным флотом. Он считается в значительной мере творением двух великих афинских государственных деятелей и патриотов Фемистокла и Перикла, которые полагали, что Великий флот позволит их городу отразить любое нападение. События развивались совсем по иному сценарию. К тому же в городе вспыхнула эпидемия чумы, а после смерти Перикла в 429 году до нашей эры афиняне лишились достойного командования, но фактическая бесполезность первых десяти лет войны вытекает из данного стратегического тупика. В 421 году до нашей эры пришлось заключить мир, продлившийся совсем недолго. Огорчение афинян в конце концов нашли выход замысле по переносу военных действий вглубь суши. В Сицилии находится богатый город Сиракузы, бывшей важнейшей колонии города Каринфа, самого по себе крупнейшего из торговых соперников Афин. Овладение Сиракузами обещало глубокое поражение врага, прекращение поставок зерна на Пелопонес, а также сулило громадные трофеи. С захватом его богатства в Афинах могли надеяться на строительство и укомплектование экипажами еще более мощного флота, достаточного для достижения окончательного и неоспоримого превосходства во всем греческом мире. Можно даже было рассчитывать на установление своей власти над финикийским городом Карфагеном и, к тому же, на господство в западной части Средиземноморья. Но все закончилось злополучной экспедицией на Сицилию 415-413 годов до нашей эры. Она сыграла решающую роль и пришлась смертельным ударом по афинским амбициям. Афиняне потеряли половину армии и весь флот экспедиции. На родине у них наступил период политического брожения и раскола. В завершении поражение послужило дальнейшему сплочению союза врагов Афин. Теперь спартанцы попросили помощи персов и обрели ее в обмен на обещание содействовать в деле превращения греческих городов материковой Азии в вассалов Персии, какими они были перед греко-персидской войной. При этом у спартанцев появилась возможность нарастить мощь своего флота, способного оказать помощь подчиненным Афинам городам, изъявившим желание избавиться от афинского имперского диктата. Военное и морское поражение послужило подрыву боевого духа воинства в Афинах. В 411 году до нашей эры, из-за неудачной революции, демократический режим там на короткое время сменился олигархией. Тогда посыпались новые беды, в том числе захват врагом остатков афинского флота, а в конце концов установление блокады. На сей раз все решил голод население. В 404 году до нашей эры с афинами заключили мирный договор, по условиям которого все укрепления города сравняли с землей. Такого рода события отозвались бы трагедией в истории любой страны. Переход от славных дней борьбы против Персии к возвращению персами всего ими утраченного, практически без усилий благодаря расколу в стане греков, представляется драмой, захватывающей воображение при каждом обращении к ней. Повышенный интерес к данному отрезку истории Греции проявляется еще и в силу того, что он послужил предметом исследования автора бессмертной книги «История Пелопонесской войны» по имени Фукидид, сотворившего первый научно-исторический труд свидетеля тех событий. Но принципиальное объяснение причины, почему эти несколько лет нас так волнуют, когда более крупные сражения оставляют равнодушными, состоит в нашем ощущении того, что в центре всех хитросплетений боевых столкновений, интриг, бедствий и славы находится увлекательная и большая загадка. Что же там случилось? Неужели греки после Миколе прозевали все свои реальные возможности или затянувшийся их упадок наступил после того, как рассеялись все иллюзии, а обстоятельства, как на мгновение показалось, обещали больше, чем фактически было возможно? У тех военных лет существует еще один потрясающий аспект. Пока шла война, дало результат величайшее достижение цивилизации, когда левоявлявшаяся миру людей, политические и военные события, случившиеся тогда, очертили те достижения в определенных направлениях, которые должны были сохраниться в будущем. Именно поэтому столетие или около того истории этой небольшой страны, судьбоносное десятилетие, которое приходится на ту войну, заслуживает столько же внимания, сколько тысяча лет империи древности. Вначале нам следует вспомнить, на каком узком, образно говоря, постаменте возникла греческая цивилизация. В то время, разумеется, существовало множество греческих государств, причем рассеянных по обширному пространству бассейна Эгейского моря. Но даже с учетом Македонии и Крита, площадь земной поверхности Греции вполне поместилась бы на территории Англии, без Уэльса или Шотландии, причем только лишь приблизительно одна пятая часть этой территории подходила для возделывания. Подавляющее большинство этих государств были крошечными, с численностью населения не больше двадцати тысяч, население самого крупного государства могло составлять триста тысяч человек. В этих государствах лишь малочисленная верхушка принимала активное участие в решении проблем всего общества и пользовалась благами того, что мы теперь называем греческой цивилизацией. Теперь наступило время понять, в чем с самого начала заключалась сущность той цивилизации. Греки уже тогда прекрасно разбирались в радостях комфорта и чувственных удовольствиях. Предметы физического наследия, оставленного ими, служили канонами красоты во многих направлениях искусства на протяжении двух тысяч лет. К тому же греков вспоминают как великих поэтов и философов. Главное наше внимание привлекают именно достижения разума древних греков. Эти достижения косвенно признаются в представлении о канонической Греции через творение более поздних эпох, а не самих греков. Конечно же, кое-кто из греков пятого и четвертого веков до нашей эры считал себя носителями культуры более высокого порядка по сравнению с существовавшими тогда другими культурами, но сила классического совершенства заключается в том, что в ней представлялись воззрения из более поздней эпохи, лучшие умы, которые оглядывались на Грецию и находили в ней стандарты, по которым оценивали себя. Представители последующих поколений искали такие стандарты прежде всего в пятом веке до нашей эры, то есть в годах, наступивших после победы греков над персами. Этот пятый век обладает объективной значимостью потому, что в этот период произошло особое напряжение и ускорение развития греческой цивилизации, даже при том, что та цивилизация неискоренимо была связана с прошлым, устремлялась в будущее и выплескивалась наружу, растекаясь по всему греческому миру. Корни той цивилизации уходили во все еще относительно примитивный хозяйственный уклад. По сути, они прорастали из предыдущей эпохи. Никакая Великая Революция не изменила ее с времен введения денежного обращения и на протяжении трех столетий или около того наблюдаются всего лишь последовательные или частные трансформации в направлениях или номенклатуре товаров греческой торговли. Натуральный обмен повседневными товарами еще долго сохранялся после наступления эпохи чеканки монет. Объемы производства ремесленных товаров оставались на низком уровне. Существует такое предположение, что в разгар повального увлечения самой качественной финской гончарной продукции ее изготовлением и украшением занималось не больше 150 ремесленников. Стержнем экономики практически повсеместно служило натуральное сельское хозяйство. Несмотря на специализацию Афин или Милета с точки зрения спроса на товары и их производство, например, присвоение наименования по основному ремесленному товару, как, например, столица шерстяных изделий, типичная община жила за счет продукции мелких земледельцев, занимавшихся выращиванием зерна, маслин, виноградных лос и заготовкой древесины для внутреннего рынка. Такие мужчины считаются типичными греками. Кого-то из них можно назвать людьми богатыми, подавляющее же большинство по современным стандартам следует отнести к беднякам. Но даже сейчас средиземноморский климат позволяет оценить весьма низкие доходы здешних жителей как более терпимые, чем где бы то ни было еще. Торговля на всех уровнях и другие виды предпринимательской деятельности могли находиться по большому счету в руках метеков. Они занимали заметное положение в обществе, а многие из них владели весьма значительными состояниями, однако, например, в Афинах они не имели возможности приобрести землю без особого на то разрешения, хотя подлежали призыву на военную службу. В начале Пелопонесской войны в войске числилось приблизительно три тысячи человек из тех, кто мог позволить себе приобрести оружие и доспехи, необходимые для прохождения службы гоплитом в пехоте. Остальные жители города-государства мужского пола, неудостоенные статуса граждан, относились к категории либо вольных людей, либо рабов. Женщинам тоже права гражданства не предоставлялись, хотя общее рассуждение относительно их законных прав выглядит занятием весьма рискованным. Так, в Афинах они не пользовались правом наследования или владения собственным имуществом, тогда как в Спарте и то, и другое считалось возможным, и они не могли заключать коммерческую сделку, превышающую стоимость буша-ля-зерна. Развод по инициативе жены для афинских женщин теоретически разрешался, но практиковался, как представляется, весьма редко и с большими оговорками. Мужчинам избавиться от опостылившей жены было гораздо проще. По литературным свидетельствам можно предположить, что жизнь у замужних женщин, кроме жен богачей, по большей части была не легче, чем у ломовых лошадей. Общественное представление относительно должного поведения женщин отличались большей строгостью. Даже женщинам из высших сословий предписывалось большую часть времени сидеть в заточении дома. Выходить из дома они могли исключительно в сопровождении мужчины. Появление на перу означало для женщины поставить под сомнение свою порядочность. Рассчитывать на публичную жизнь среди женщин могли исключительно артистки и куртизанки. Они пользовались определенной славой, а почтенная женщина не могла. Показательно, что в канонической Греции девочки считались неспособными к обучению. Такое отношение позволяет предположить существование примитивной атмосферы в обществе, в котором росли греческие девочки, и это общество весьма отличалось от социума, скажем, Минойского Крита или Рима более поздних времен. Судя по литературным источникам, греческий брак и статус родителей могли предусматривать глубокие чувства и настолько же высокие взаимные отношения между мужчинами и женщинами, как и в современном обществе. Один элемент в нем, который в наше время рациональной оценке поддается с трудом, заключался в допустимости и даже романтизации мужеловшества. Его существование допускалось обычаем. Во многих греческих городах для молодых мужчин высшего сословия считалось приемлемым завязывать романтические отношения с пожилыми мужчинами. Примечательно, что в греческой литературе встречается намного меньше свидетельств однополой любви между мужчинами одного возраста. В этом отношении, как во всем остальном, нам известно намного больше о поведении бывшего сословия, чем о жизни основной массы греков. Гражданство, на практике охватывавшее совсем разные социальные слои, является категорией слишком широкой, чтобы позволить себе обобщение даже в демократических Афинах человек, поднявшийся в общественной жизни, и о котором поэтому мы читаем в летописях, обычно принадлежал к землевладельцам. В летопись вряд ли мог попасть торговец, тем более ремесленник. Некий ремесленник мог играть важную роль как представитель своего цеха на собрании, но едва ли он мог пробиться в руководство государством. Торговцам могли мешать издавна внушенные предубеждения греков высшего сословия, считавших торговлю и ремесло недостойными занятиями для благородного человека, который в идеале должен проводить свою жизнь заслуженной праздности, обеспеченной доходами от принадлежащих ему земель. Такое представление перешло в европейскую традицию, вызвав важные последствия. История греческого общества проступает в политике греческого государства. Поглощенность греков политической жизнью, жизнью полиса и тот факт, что история классической Греции четко делится на две совершенно самостоятельные эпохи, эпоху греко-персидских войн и эпоху новой империи македонской облегчают понимание важности греческой политической истории для цивилизации. На предстающей взору картине главное место принадлежит Афинам, и поэтому приходится брать на себя большой риск, называя явления, наблюдающиеся исключительно в Афинах, типичными. Часто мы склонны считать главным то, о чем нам известно больше всего, а поскольку величайшие из греков пятого века были афинянами, и Афины числились одним из полюсов великой трагедии Пелопонесской войны, огромное внимание ученые уделили как раз ее истории. Причем к тому же нам известно, что Афины, если ориентироваться всего лишь на два показателя, были большим городом и центром торговли. То есть мы имеем дело с нетипичным государством. Не таким опасным с точки зрения истины видится искушение переоценить культурное значение Афин. Их культурное первенство признавалось во все времена. Хотя многие величайшие греки не были афинянами, и много греков отвергали претензии афинян на превосходство, граждане Афин считали себя стоящими во главе Греции. Когда в самом начале Пелопонесской войны Перикл заявил своим соотечественникам, что и государство являло собой образец для остальной Греции, он предался простой пропаганде. Но все равно уже сложилось убеждение в справедливости того, что он сказал. Такое положение основывалось и на идеях, и на власти. Мощь флота принесла Афином бесспорное господство в акватории Эгейского моря, и отсюда естественно шла дань, пополнявшая афинскую казну в пятом веке до нашей эры. Пик влияния и богатства Афин пришелся как раз на начало Пелопонесской войны, на годы, когда творческая деятельность и патриотическое вдохновение Афинян достигли предельной высоты. Гордость за расширение территории своей империи позже связались с достижениями в области культуры, которыми на самом деле пользовался народ. Торговля, флот, идейная стойкость и демократия представляются достижениями неразрывно и традиционно вплетенными в историю Афин пятого века до нашей эры. Практически всеми признавалось в то время, что флот в составе кораблей, приводимых в движение исключительно наемными грибцами, человек по 200 на каждом, служил одновременно инструментом имперской власти и гарантом демократии. Гоплиты в морском государстве ценились меньше, чем где-то еще, и особой необходимости в дорогостоящих доспехах для грибцов не наблюдалось. Грибцам платили из пожертвований в Лиге или поступлений от успешной войны, как на это надеялись, например, при подготовке сицилийской экспедиции. Автократия пользовалась настоящей популярностью среди афинян, рассчитывающих на прибыль, пусть даже только на косвенную и коллективную, но нести ее бремя никто не хотел. Это было аспектом афинской демократии, которому уделяли большое внимание ее критики. Демократия возникла в Афинах неожиданно, и сначала ее почти никто не замечал. Ее корни лежат в учредительных изменениях VI века до н.э., когда организующий принцип кровного родства заменили на принцип места проживания. В теории и праве, по крайней мере, отнесение к месту проживания стало важнее семьи, к которой принадлежал человек. Это изменение явно представляется общим для всей Греции, причем демократии придали отдельный правовой статус, сохраняющийся за ней с тех самых пор. Не заставили себя ждать новое изменение. К середине V века до нашей эры всех взрослых мужчин обязали принимать участие в ассамблее, а через нее тем самым в выборах крупных административных чиновников. Полномочия Ореопага или Совета Старших постоянно сокращались. После 462 года до нашей эры он представлял собой всего лишь судебный орган по рассмотрению определенного круга преступлений, остальные суды в то же время оказались более восприимчивыми к демократическим веяниям через учреждение платы за отправление функций присяжного заседателя. Так как они к тому же плотно занимались административными делами, им требовалось активное участие населения в организации повседневной жизни их города. Сразу после Пелефонесской войны, когда наступили трудные времена, за участие в ассамблее предлагали плату. Наконец, афиняне верили в выбор по жребию. Его использование для назначения судей отвергало передающиеся по наследству авторитет и власть. В основе такого установления лежит неверие в эрудицию, признанный авторитет и надежность коллективного здравого смысла. Отсюда, несомненно, проистекает относительное отсутствие интереса афинян, проявляемого к последовательной юриспруденции. Допрос в афинском суде велся в основном с целью выяснения повода для правонарушения, статуса и сути, а выполнение закона отходило на второй план. Достойными политическими лидерами в Афинах считали тех, кто обладал талантом привлечь на свою сторону народ яркими речами. Достойны ли они называться демагогами или ораторами, значения не имело. Они были первыми политиками, навязывавшими свою власть через убеждение толпы в своей правоте. Ближе к концу пятого века до нашей эры, при том, что такого обычным делом никак не назовешь, кое-кто из политиков пришел из-за пределов традиционного правящего класса. Сохранение роли древних политических кланов служило тем не менее важной рекомендацией демократической системы. Фемистокл в начале века и Перикл в начале Пелопонесской войны принадлежали к старинным семьям. По своему происхождению они имели полное право даже в глазах консерваторов взять на себя бразды правления в государстве. Старые правящие классы согласились смириться с демократией хотя бы в силу того, что по своему статусу пользовались полным правом на власть при ней. Эти факты как-то теряются из вида, когда люди начинают заниматься развенчанием или идеализацией афинской демократии, к тому же они всегда некоторым образом пытаются оправдать ее очевидную умеренность. Налогообложение в Афинах выглядело малообременительным, а законодательство относительно богатых, то, что мы теперь связываем с демократическим правлением, можно было назвать дискриминационным с большой натяжкой. Появление такого законодательства Аристотель назвал неизбежным результатом правления бедных. Даже на стадии становления афинская демократия отождествлялась с риском и предприимчивостью во внешней политике. Поддержки греческих городов Азии, население которых восстало против владычества Персии, потребовала афинская общественность. Позже, по понятным причинам, та же общественность придала внешней политике антиспартанский уклон, борьбу за обуздание власти Ариопага, возглавил Фемистокл, тот, который занимался строительством афинского флота, одержавшего победу под Соломином, и разглядел происходившие от Спарты после окончания греко-персидской войны опасность. Таким образом, вину за Пелопонесскую войну и за то, что из-за этой войны обострилось дробление и раскол всех остальных городов Греции, следует всецело возложить на плечи демократии. Она не только принесла беды к воротам самих Афин, как утверждают критики греческой демократии, но и пробудила в них горечь от раскола и общественной вражды. Если на одну чашу весов добавить к тому же исключение из афинской демократии женщин, метеков и рабов, баланс окажется против нее. По современным понятиям это выглядит и узкой и катастрофически неудачной политической системой. Но все равно не следует лишать Афины места, доставшегося им позже в глазах потомков. Легко сравнивать свой режим с отжившим прошлым, да еще подходить к нему пристрастно. Афины нельзя сопоставлять с идеалами, неосознанными до конца за последовавшие две тысячи лет. Сравним их с примерами той поры. При всей живучести влияния авторитетных семей и невозможности для большинства граждан появления на каких-либо ассамблеях, созываемых по конкретным вопросам, все-таки к самоуправлению привлекалось больше афинян, чем граждан всех остальных государств. При афинской демократии в большей степени, чем при любом другом государственном устройстве, удалось освободить мужчин от политической привязанности к семье, что считается одним из великих достижений греков. Даже без права назначения всех граждан на государственную службу, афинская демократия все еще могла использоваться в качестве величайшего инструмента политического просвещения, созданного к тому времени. Но при том, что греческая демократия предусматривала участие народа в делах государства, ею к тому же поощрялась состязательность. Греки восхищались мужчинами-победителями и считали, что все мужчины должны стремиться к победе. Последовательное высвобождение физической человеческой энергии было колоссальным и к тому же опасным. Образец, выраженный широко используемым словом и переведенным не совсем верно как «мужество», служит этому иллюстрацией. Когда его произносили греки, они подразумевали людей способных, сильных и сообразительных, притом обладающих такими качествами, как справедливость, принципиальность или добродетельность в современном их смысле. Герой Гомера Одиссей часто поступал как ловкач, но проявлял при этом храбрость и незаурядный ум, потому преуспел в своем деле. За это заслужил восхищение. Проявление такого качества ставилось в заслугу. Никто не учитывал возможные при этом высокие общественные издержки. Грек заботился о поддержании своего достойного восприятия в обществе. Воспитанный в своей культурной среде, он боялся позора больше, чем наказания, и его страх перед позором не шел ни в какое сравнение с боязнью общественного предъявления обвинения. Некоторое объяснение чувства горечи от раскола в греческой политике как раз лежало в данной плоскости. За это не жалко было заплатить любую цену. Достижение, сделавшее Грецию наставником всей Европы и через нее всего мира, представляется слишком роскошным и многообразным, чтобы делать по его поводу обобщение даже в пространном и подробном исследовании. На страничке или около того вывод не сформулируешь, однако следует обратить внимание на один существенный аспект, возникающий из него — укрепление уверенности в необходимости рационального сознательного изыскания. Если цивилизацию считать продвижением к контролю сознания и окружающей среды на рациональной основе, то заслуга греков в этой сфере выглядит большей, чем всех их предшественников, они поставили этот философский вопрос как частное и общее, одно из величайших догадок всех времен. Они утверждали возможность найти последовательное и логическое объяснение сути вещей, того, что мир в конечном счете объясняется совсем небессмысленными и произвольными указаниями сверху богов или демонов, сформулированную таким образом истину. Далеко не все могли ухватить или ухватили, даже не всем грекам это удалось. Эта истина с трудом пробивала себе путь в мире, пронизанном безрассудством и суеверием. Тем не менее, греки предложили революционное и полезное понятие. Даже Платон, считавший невозможным, чтобы большинство людей могло разделить его мнение, согласился с этим понятием и поставил перед правителями его идеального государства задачу рационального понимания в качестве обоснования одновременно своих привилегий и дисциплины. Греки взялись за избавление общественной и умственной деятельности от бремени присутствующего в ней бессознательного начала и добились на этом поприще весьма многого избавившего от иррациональности в жизни, как никто другой до них. При всем последовавшем искажении и мифотворчестве освободительное содержание этой эмфазы ощущалось снова и снова на протяжении нескольких тысяч лет. В этом одном уже заключалось величайшее достижение греков. В то время как мракобесие и суеверие все еще таились во многих закоулках народного бытия, в греческом обществе стали высоко ценить всевозможные формы человеческой рассудительности. Афинский философ Сократ, благодаря своему ученику Платону, обревший статус исходной личности и человека величайшего ума, и оставивший потомкам в качестве максимы представления о том, что непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой, обидел богов, почитавшихся в государстве и сограждане осудили его на смерть. Ему вменили в вину сомнения в признанной астрономии, но, несмотря на такие важные исторические, образно говоря, осадочные философские породы, в греческой мысли ярче, чем в любой древней цивилизации, отразились изменения акцентов и стилей. Эти изменения произрастали из собственного динамизма греческого общества и не всегда приводили к обогащению приемов воздействия на природу и само общество. Скорее, греки шли на уступки, а иногда они сами оказывались в тупике и обращались к сумасбродным фантазиям. Греческую философскую мысль монолитной назвать нельзя. Нам следует ее представлять не в виде блока, связывающего все его части, а как исторический континуум, распространяющийся на три или четыре столетия, в котором в разное время выступают наружу различные элементы и которые с трудом поддаются оценке. Одна причина этого состоит в том, что греческие мыслительные категории, сам способ, если можно так выразиться, с помощью которого греки составляли интеллектуальную схему перед тем, как начать размышлять о ее отдельных компонентах, нам не принадлежат, хотя часто они обманчиво похожи на наши категории. Некоторые из используемых нами категорий для греков не существовали, и со своими знаниями они проводили совсем иные границы между сферами исследования, отличными от тех, что мы считаем само собой разумеющимися. Иногда это выглядит очевидным и не вызывает затруднений, когда философ, например, выделяет управление домашним хозяйством и его земельным владением, экономикс, как сферу исследования предмета, который нам надлежит назвать политикой, нам не заставит труда его понять. При рассмотрении тем более абстрактных у нас могут возникать затруднения. Один пример следует привести из греческой науки. Для нас наука выглядит доступным способом приближения к пониманию материального мира с применением методов практического эксперимента и наблюдения. Греческие мыслители нашли подход к природе материального мира через отвлеченное соображение, через упражнения в метафизике, логике и математике. Говорят, что греческая рассудительность в конечном счете встала на пути научного прогресса, потому что исследователи прибегали к логической и отвлеченной дедукции, они занимались наблюдением природы. Среди великих греческих философов один только Аристотель уделял достаточно внимания сбору и классификации данных, но делал он это по большей части только при проведении своих социальных и биологических исследований. Тем самым он обосновал одну из причин того, что историю греческой науки не стоит совсем отделять от философии. Эти философы в целом представляют собой продукт существования множества городов и череды событий за четыре столетия или около того. С их появлением в человеческой мысли происходит революция, а когда там появляются древнейшие греческие мыслители, о которых мы располагаем информацией, эта революция уже случилась. В седьмом и шестом веках до нашей эры они жили и творили в ионийском городе Милете. Актуальная интеллектуальная деятельность продолжалась там и в остальных ионийских городах вплоть до замечательной эпохи афинского абстрактного теоретизирования, начавшегося с Сократа. Несомненно, важную роль сыграл стимул азиатского происхождения, большое значение имел и тот фактор, что Милет был богатым городом. Древние мыслители явно относились к людям состоятельным и могли себе позволить тратить время на отвлеченное размышление. Как бы то ни было, с опорой на ионию прокладывается путь из древности к разнообразной интеллектуальной деятельности, распространившейся со временем на весь греческий мир. Западные поселения в Магна-Граэсия Великой Греции и Сицилии сыграли решающую роль во многих событиях шестого и пятого веков до нашей эры, и первенство в более поздней эллинистической эпохе должно было перейти к Александрии. Весь греческий мир в целом принимал участие в достижении успеха греческого образа мысли, и даже большой эпохе афинского сомнения в его пределах не стоит придавать излишнего значения. В шестом веке до нашей эры философы Милета, Фалес и Анаксимандр начали здравое теоретизирование по поводу природы мира, показавшее, что решающая граница между мифологией и наукой преодолена. Египтяне в свое время приступили к магматической переделке природы и в ходе этого процесса получили массу логических знаний, а в заслугу вавилонянам следует поставить важное измерение. Представители Милетской школы с толком воспользовались добытыми ими знаниями и к тому же смогли взять на вооружение более фундаментальное понятие космологии, унаследованное от прежних цивилизаций. Считается, что философы Милета видели происхождение Земли из воды, причем ионийские философы в скором времени пошли дальше приобретенного ими наследия. Они разработали общее воззрение на сущность Вселенной, которые пришли на смену мифологии в виде беспристрастного толкования. Такая замена производит более глубокое впечатление, чем тот факт, что конкретная ответа, предложенная ими, в конце то концов оказались бесполезными. Примером можно привести анализ греков, посвященный природе материи. Хотя общие черты атомистической теории появились до две с лишним тысячи лет до наступления ее времени, от нее отказались к четвертому веку до нашей эры в пользу представления, основанного на взглядах ранних ионийских мыслителей, считавших, что вся материя состоит из четырех, так сказать, элементов воздуха, воды, земли и огня, соединяющихся в веществах в различных пропорциях. Эта теория вплоть до Ренессанса служила лекалом для придания контуров западной науки. Она сыграла огромную историческую роль, так как по ней устанавливались пределы и определялись возможности, к тому же все это, разумеется, оказалось большим заблуждением. Такой вывод стоит помнить в качестве вторичного соображения к главному пункту. Философы из Ионии с основанной ими школой заслужили благодарность потомков за то, что потом совершенно справедливо назвали ошеломительной новизной. В своем понимании природы они отодвинули в сторону богов и нечистых духов. Время не пощадило часть того, что они сделали, и это приходится признать. В Афинах в конце пятого века до нашей эры нечто большее, чем временная тревога перед лицом поражения и опасности просматривалась в попытках осуждения в качестве богохульных взглядов гораздо более умеренных, чем те, что пропагандировались ионийскими мыслителями двумя столетиями раньше. Один из них сказал, если бы телец смог нарисовать картину, его бог выглядел как телец. Несколько веков спустя каноническая средиземноморская цивилизация утратила большую часть такого восприятия действительности. Его появление в древности представляется самым наглядным признаком живучести греческой цивилизации. Подобные передовые представления тонули не только в широко распространенном суеверии. Свою роль играли прочие тенденции в становлении философской мысли. Одна из них сосуществовала с ионийской традицией в течение долгого времени, к тому же ей была уготована судьба прожить дольше и не утратить своего влияния. Главной загвоздкой для ее носителей было обоснование положения о нематериальности бытия, что, как позже Платон выразился в одном из своих самых убедительных высказываний, в жизни мы воспринимаем только изображения чистых форм и идей, которые являются небесными воплощениями истинной действительности. Такую действительность можно было осознать только посредством размышления, причем не только путем систематических предположений, но и к тому же интуиции. При всей отвлеченности у такого рода мысли имелись свои корни в греческой науке. Если и не в предположениях ионийцев о веществе, то в трудах математиков. Некоторые их величайшие достижения приходятся на время после смерти Платона, когда практически оформится единственный крупнейший триумф греческой мысли, которым считаются учреждения арифметики и геометрии, служивших западной цивилизацией вплоть до XVII века. Каждому школьнику, как правило, известно имя Пифагора, жившего в Кротоне на юге Италии в середине VI века до н.э. и можно сказать обосновавшего метод дедуктивного доказательства к счастью или несчастью на этом его достижения не заканчиваются. Наблюдая за вибрирующей струной он открыл математическое обоснование гармонической функции, но особенно его интересовало соотношение чисел и геометрия. К ним он выбрал полумистический подход, как и многие математики его времени Пифагор относился к верующим в Бога людям и говорят, что успешное завершение доказательства своей знаменитой теоремы он отметил приношением в жертву тельца. Представители его школы в свое время существовало пифагорейское братство позже пришли к заключению о том, что изначальная природа мироздания есть по сути явление математическое и числовое. В их представлении принципы математики служили принципами всех вещей. Несколько неодобрительно утверждал Аристотель, хотя его собственный учитель Платон находился под сильным влиянием такого заблуждения, а также скептицизма пифагорейца начала пятого столетия до нашей эры Парменида по поводу мира, познаваемого органами чувств. Цифры выглядели привлекательнее материального мира. Они обладали одновременно заданным совершенством и относительностью идеи, в которой воплощалась действительность. Пифагорейское влияние на греческую мысль представляет собой многомерный предмет для изучения. К счастью, он не требует подведения итога. Главное заключается в негативных последствиях для формирования представления Вселенной, носители которых ориентировались на математические и дедуктивные принципы, а не на наблюдение. Поэтому на протяжении без малого двух тысяч лет они держали астрономию на ложных путях. От них пошло видение Вселенной, построенной из последовательно перекрывающих друг друга сфер, на которые поместили Солнце, Луну и планеты, движущиеся по заранее заданной траектории вокруг Земли. Греки заметили, что в реальности небесные тела перемещались несколько иначе, но очевидные вещи они пытались объяснить новыми уточнениями вложенную в своей основе схему, и древние математики при этом уклонялись от тщательного исследования принципов, из которых все это выводилось. Окончательно доработанная греческая математическая теория мироздания увидела свет во втором веке нашей эры в трудах знаменитого Александрийца Птолемея. Усилия Птолемея получили достойную оценку современников, а возражения поступили от совсем немногочисленных раскольников, то есть в греческой науке могли появиться и иные интеллектуальные результаты. При всех признаках несостоятельности системы Птолемея она позволяет делать предположения по поводу движения планет, положение которой все-таки служило точными ориентирами для прокладки курса судов в океане в эпоху Колумба, пусть даже тогдашние корабелы опирались на ложные представления. Теория четырех элементов и развитие греческой астрономии служат иллюстрацией дедуктивного уклона греческой мысли и присущей ей слабости. Ее представители стремились к созданию правдоподобной теории, объясняющей самый широкий спектр знаний без проверки их практическим экспериментом. В эту теорию греки попытались втиснуть все сферы мыслительной деятельности, которые, как мы теперь полагаем, должны объясняться наукой и философии. Плодами поборников данной теории с одной стороны стал аргумент в пользу беспрецедентной неукоснительности и проницательности, а с другой стороны абсолютное неверие в чувственные данные. Только греческие лекари пятого столетия, возглавляемые Гиппократом, достигли многого за счет эмпиризма. В случае с Платоном на беду или на счастье контуры философской дискуссии в целом определил он и его ученик Аристотель, а не кто-либо еще. Этот уклон мог получить подкрепление его по большому счету пренебрежением ко всему, что он видел собственными глазами. Аристократ по происхождению, афинянин Платон отвернулся от мира прозаических дел, в которых он надеялся принять участие, уже разочарованным вершителями политики афинской демократии и в частности их обращением с Сократом, которого они осудили на смерть. От Сократа Платон перенял не только его пифагорейство, но и идеалистический подход к проблемам нравственности, а также метод философского научного изыскания. Добро, считал он, постигается методом поиска и интуиции. Так диктовала действительность. Так называемое добро Платон назвал величайшим из понятий, стоявших в ряду правды, красоты и справедливости. На самом деле они не были понятиями в том смысле, что в любой момент у них существовала форма в чьем-либо сознании. Иначе говоря, кто-то мог бы сказать, что у меня есть представление о том-то. Однако они представляли собой реальное явление, на самом деле существующее в мире конкретном и вечном, элементами которого являлись эти представления. Этот мир неизменной действительности, считал Платон, был скрыт от людей чувствами, обманывающими их и толкающими на неверный путь. Зато он был доступным для души, способной осознать его при помощи рассудка. Такие представления имели значение далеко выходящие за пределы формальной философии. В них, как и в доктринах Пифагора, можно найти, например, следы знакомой нам появившейся позже идеи, фундаментальной для пуританцев, согласно которой человеческая натура делится на противоречивые составляющие в виде души, божественного происхождения и физического тела, в котором все это заключено. Результатом борьбы этих трех начал должно стать не примирение, а победа одного из них. Такое представление сути человека во многом определит сущность грядущего христианства. Сразу за этим у Платона возникло острое прагматичное беспокойство, так как он полагал, что познание совершенного мира могло бы помочь изменить в действительности условия, в которых жили люди. Он сформировал свои взгляды в серии диалогов между Сократом и людьми, посещавшими его для обмена мнениями. Так появились первые учебники философских воззрений и труд, который мы называем «Республика», считается первой книгой, в которой изложена схема общества, направленного на достижение высшей нравственной цели. В этой книге описывается авторитарное государство, напоминающее Спарту, в котором браки будут регулироваться ради достижения у потомства самых позитивных наследственных качеств, прекратят существование семья и частная собственность, культуру и искусство будут подвергать строгой цензуре, а образование тщательному надзору. Те немногие, кому предстоит управлять таким государством, должны обладать достаточными интеллектуальными и нравственными качествами, чтобы овладеть знаниями, которые позволят им создать справедливое общество на практике постигая совершенный мир. Наравне с Сократом Платон считал, что мудрость заключается в понимании действительности и пришел к такому выводу. Чтобы увидеть правду, следует сделать невозможными поступки, идущие вразрез с нею. В отличие от своего учителя, он полагал, что для большинства людей образование и законы должны наложить запрет на то, что Сократ считал неисследованной жизнью, которую не стоит вести. Республика и приведенные в ней аргументы стали поводом для продолжавшихся несколько веков обсуждений и подражаний, и такой же была реакция практически на все труды Платона. Как выразился английский философ двадцатого века, почти вся последующая философия на Западе состояла из повторов и ссылок на Платона. Несмотря на отвращение Платона к тому, что он наблюдал вокруг себя, и предубеждения, порожденные всем этим, он предвосхитил практически все великие вопросы философии, будь то касающиеся нравов, эстетики, основы знания или природы математики. К тому же он изложил свои представления в крупных произведениях литературы, которые люди всегда читали с удовольствием и волнением. Академия, которую основал Платон, обладала полным правом считаться первым университетом. Из ее дверей вышел его ученик Аристотель, мыслитель более всесторонний и уравновешенный, отличавшийся большей верой в возможности сущего и меньший авантюрист, чем его учитель. Аристотель никогда не пытался развенчать учения своего наставника, но позволил себе отступление от него по принципиальным направлениям. Он весьма преуспел в сборе и классификации сведений, особенно его интересовала биология, и в отличие от Платона не отрицал чувственного опыта. Действительно, он искал одновременно надежное знание и счастье в практическом мире, отклоняя при этом понятия универсальных идей и вынужденно переходя от фактов к общим законам. Аристотель относился к таким всесторонним мыслителям и интересовался столь широким спектром практической жизни, что его историческую роль также сложно поместить в рамки, как влияние Платона. В своих трудах он обозначил пределы поля для обсуждения в области биологии, физики, математики, логики, литературной критики, эстетики, психологии, этики и политики на предстоявшие две тысячи лет. Он наметил направление овладения этими предметами и подходы к ним, которые представлялись гибкими и в конечном счете достаточно просторными, чтобы вместить в себя христианскую философию. Он, к тому же, основал науку о дедуктивной логике, которая прослужила людям до конца девятнадцатого столетия. Ему приписываются великие достижения, отличающиеся по сути, но такие же важные, как достижения Платона. Политическое мышление Аристотеля в известном смысле совпадало с воззрениями Платона. Город-государство представлялся им наиболее подходящей формой общественного существования. Аристотель видел необходимость ее реформирования и очищения для функционирования должным образом. Но за пределами данного пункта его воззрения далеко расходились с позицией наставника. Аристотель предполагал надлежащее функционирование Полиса таким образом, чтобы каждый гражданин получал соответствующую его положению роль, и в этом, по сути, заключался вопрос, решение которого привело бы жителей большинства существующих государств к счастью. При формулировании ответа он использовал греческую идею, которой его учение должно было дать долгую жизнь, то есть понятие так называемого усреднения, означавшее то, что совершенство находится в равновесии между крайностями. Эмпирические факты это подтверждали, и Аристотель собрал таких доказательств больше, чем, как нам представляется, это сделал кто-либо из его предшественников, но он выступал за примат фактов при обращении с обществом, а его ждало еще одно греческое изобретение в образе истории, так что разберемся с очередным крупным достижением греков. В большинстве стран истории предшествуют хроники или летописи, предназначенные для регистрации событий в их последовательности. В Греции все обернулось иначе. Исторические писания на греческом языке появились благодаря поэзии. Поразительно то, что этот литературный стиль достиг своего высшего уровня в его первых воплощениях, в двух книгах мастеров, не имевших равных среди последователей. Первого из них Геродота с полным на то основанием назвали отцом истории. Само слово «хистория» существовало еще до его рождения и означало «исследование». Геродот придал ему дополнительное значение «исследование событий во времени и письменная регистрация результатов произведений искусства прозы на первом дошедшем до нас европейском языке». Им двигало желание понять близкий к его современности «Факт Великой Войны с Персией». Он собрал информацию о персийских войнах и предшествовавших им событиях, прочитав огромную массу доступной ему литературы, опросив людей, встретившихся на пути во время его путешествий, а потом усердно записал все, что ему рассказали и что сам прочитал. Впервые все эти сведения стали предметом системного анализа, а не просто хроники. В результате появился труд Геродота под названием «История в восьми томах», представляющий собой замечательное повествование, посвященное Персидской империи с встроенной в него обширной информацией о ранней греческой истории и своего рода мировым обзором, сопровождаемым летописью персидских войн вплоть до битвы при Микале. Геродот родился, так традиционно утверждают, в дарийском городе Галикарнасе в юго-западной части Малой Азии в 484 году до нашей эры и большую часть своей жизни он посвятил путешествиям. В какой-то момент он прибыл в Афины, где остановился на несколько лет в статусе метека, и во время пребывания в этом городе его могли наградить за публичные декламации своих трудов. Потом он отправился в новую колонию, основанную в Южной Италии. Там он закончил свой труд и умер в начале 430-х годов до нашей эры. Следовательно, он на собственном опыте приобрел кое-какие знания о территории греческого мира, а также посетил Египет и множество других государств. Таким образом, в основу его труда лег богатый личный опыт изложения тщательно отобранных сообщений очевидцев, хотя Геродот иногда относился к своим рассказчикам с излишней доверчивостью. Обычно признается, что одно из преимуществ творчества Фукидида, считавшегося величайшим из преемников Геродота, заключается в его более строгом подходе к изложению фактов истории и попытках подавать их в критическом ключе. В результате достижения его интеллекта производит более благоприятное впечатление, хотя на фоне строгости изложения очарование трудов Геродота доставляет большее эстетическое удовольствие. Предметом исследования Фукидид выбрал событие, случившееся ближе к его времени, Пелопонасскую войну. В таком выборе нашли отражение глубокое личное участие и некая новая концепция. Фукидид принадлежал к ведущему афинскому роду. Он служил военным начальником, но подвергся Апале за провал порученной ему операции, а жизнь свою посвятил, поиску причин, приведших его город и Грецию к ужасному поражению. Он разделял с Геродотом его практические мотивы, побуждавшие к труду, считал, как и почти все греческие историки после него, что все им обнаруженное будет обладать прагматической ценностью, поэтому стремился не просто описывать исторические события, а еще и пытался дать им объяснение. В итоге он оставил потомкам одно из самых ярких произведений исторического анализа среди когда-либо созданных в мире и первым попытался представить многогранное и разностороннее толкование событий. В процессе работы над своим трудом он предложил будущим историкам модель беспристрастного суждения, ведь его пристрастное отношение к Афинам читателю практически не навязывается. Книга осталась неоконченной, повествование доходит только лишь до 411 года до нашей эры. Но общий вывод автора выглядит лаконичным и точным. Укрепление мощи Афин и страх со стороны Спарты послужили, по моему мнению, причиной, подтолкнувшей эти государства к войне. Изобретение истории само по себе служит свидетельством выхода литературы, созданной греками, на новый интеллектуальный уровень. Мы имеем дело с первым завершенным диапазоном известным человечеству. Еврейская литература выглядит практически такой же всеобъемлющей, однако в ней отсутствуют такие жанры, как драма и критическая история. Не будем упоминать более легкие жанры, но греческая литература делит с Библией первенство с точки зрения формирования контуров всего последующего писательского творчества. Наряду с положительным содержанием своей литературы, греки определили ее главные формы и исходные темы для критики, по которым можно судить о литературных произведениях. С самого начала, если судить по Гомеру, греческие авторы тесно связывали свое творчество с религиозными верованиями и нравственными учениями. Поэт Гесиод, предположительно живший в конце восьмого века до нашей эры и по традиции считающийся первым стихотворцем постэпического периода, сознательно обратился к проблеме справедливости и природы богов. Тем самым он подтвердил традиционное мнение о том, что литература представляет собой нечто большее, чем просто развлечение и поднял одну из основных тем греческой литературы, обсуждавшуюся на протяжении последующих четырех веков. Греки всегда будут смотреть на поэтов, как на своего рода наставников, ведь их творчество пронизано мистическими скрытыми намеками и вдохновением. У греков будет много поэтов и возникнет множество стилей поэзии на греческом языке. Первый такой стиль, поддающийся вычленению, относится к личным переживаниям. Он отвечал вкусом аристократического общества, но когда с наступлением в седьмом и шестом веках до нашей эры тиранов, в большую моду вошло личное покровительство, это явление постепенно вышло на коллективную и гражданскую арену. Тираны сознательно поощряли проведение всевозможных публичных праздничных мероприятий, которые должны были послужить продвижению в массы величайших образцов греческого литературного искусства в форме трагедий. Происхождение драмы коренится в религии, и ее элементы должны были присутствовать в каждой цивилизации. Первым театральным представлением был обряд молитвы. В данном случае достижение греков заключалось в побуждении аудитории к сознательному восприятию происходящего на сцене. От этой аудитории ожидалось нечто большее, чем послушное смирение или разнузданная одержимость. В представлении заключался «Нравоучительный посыл». Первые греческие драмы приняли форму дифирамба в виде хороводного пения, посвященного празднику Диониса, сопровождаемого танцем и пантомимой. В 535 году до нашей эры, как нам известно, этот жанр подвергся коренному обновлению, когда Фэспид ввел в представление отдельного актера, речь которого звучала неким антифоном хоровому пению. С дальнейшими нововведениями появлялось все больше актеров, и через сотню лет мы получаем полноценные зрелые театры Эсхила, Софокла и Эврипида. Из их постановок до наших дней дошло 33 пьесы, с учетом одной полноценной трилогии, но нам известно, что в пятом веке до нашей эры в Греции исполнялось больше трехсот разнообразных трагедий. В греческой драме все еще сохраняется религиозный подтекст, хотя не столько в словах, как в мизансценах, в которых они произносились. Великие трагедии иногда исполнялись в виде трилогий на публичных праздничных мероприятиях, участниками которых становились граждане, уже знакомые с основными сюжетами, часто мифологическими, которые они собирались посмотреть в игровой форме. При этом подразумевался просветительный момент. Вероятно, большинство греков никогда не видели постановку Эсхила. Конечно же, их было бесконечно малое число по сравнению с количеством современных англичан, видевших пьесы Вильяма Шекспира. Как бы то ни было, на такие представления собиралась огромная аудитория народа, не слишком занятого на своих земельных наделах или не находящегося в дальнем путешествии. Больше людей, чем в любом другом древнем обществе, тем самым поощрялось к тщательному исследованию и размышлению над содержанием их собственного нравственного и общественного мира. От народа ожидалось, что он осознает скрытые акценты знакомых обрядов, сделает новый выбор их значения. Именно эту возможность дали своему народу великие драматурги Греции. Даже если в некоторых своих пьесах они заходили достаточно далеко, а иногда даже в подходящие моменты высмеивали признанные в обществе святыни. Речь, разумеется, идет не о представленных натуралистических сценах, а о функционировании законов героического, традиционного мира и их мучительного воздействия на людей, попавших в моллах этих законов. Во второй половине пятого века до нашей эры Эврипит даже начал использовать обычную форму трагедии в качестве средства для развенчания воззрений на то, что считалось приличным. Тем самым он внедрил приемы, которые в западном театре используют современные нам из той разные авторы Гоголь и Ипсон. Рамки, ограниченные замыслом, тем не менее всем знакомы, и в его сердцевине лежало признание авторитета неумолимого закона и неотвратимого возмездия. Само допущение такого условия можно считать свидетельством особенности иррациональной, а не рациональной стороны греческого сознания. Все-таки было еще далеко от состояния сознания, когда паства восточного храма в ужасе или с надеждой наблюдало за очередным представлением неизменного ритуала с жертвоприношением. В пятом веке до нашей эры разнообразие театральных жанров расширялось еще по некоторым направлениям. Это случилось, когда в самостоятельный жанр развелась оттическая комедия и нашелся Аристофан, ставший первым великим постановщиком развлечений для зрителей с помощью манипулирования людьми и событиями. Он подбирал для своих постановок особый материал, часто на политические темы, почти всегда в высшей степени актуальный и частенько подавал его в непристойном виде. Факт того, что Аристофан не просто выжил, но и пользовался успехом, служит для нас самым наглядным свидетельством терпимости и свободы нравов афинского общества. Спустя сто лет греки практически подошли к современному миру с точки зрения манеры лицедейства по поводу интриг рабов и несчастных любовных отношений. Речь не о влиянии Софокла, но греческая пьеса все еще удивляет и представляется практическим чудом, ведь за двести лет до этого ничего подобного не существовало. Стремительность, с какой греческая литература развелась после завершения периода эпической поэзии и ее неприходящий авторитет, служит доказательством предрасположенности греков к новаторству и умственному росту, которое легко признавать, даже когда не получается объяснить. В конце классической эпохи греческой литературе все еще предстояла долгая жизнь, наполненная важными событиями, когда исчезли города-государства. У нее росло число поклонников, так как греческому языку суждено было стать одновременно языком общения и официальным языком на всем Ближнем Востоке и практически повсеместно в Средиземноморье. Ему не грозило снова пережить высоты афинской трагедии, зато на нем были созданы настоящие литературные шедевры. Ощущение заката видов изобразительного искусства представляется более очевидным. В этом направлении сверх монументальной архитектуры и обнаженные фигуры Греция снова установила стандарты для грядущих поколений. Из первых заимствований в Азии развелась совершенно невиданная до тех пор архитектура, классический стиль, элементы которого все еще сознательно повторяются даже в лаконичных конструкциях строителей XX века. На протяжении нескольких сотен лет этот стиль распространился по большой части мира от Сицилии до Индии, в этом искусстве греки тоже выступили в роли поставщиков культуры остальным народам. Им повезло с точки зрения геологии, ведь недра Греции богаты строительным камнем высокого качества, и его долговечность проверена сохранившимся великолепием реликвий, которыми мы любуемся сегодня. И все-таки нам не удается избежать некоторой иллюзии, чистота и строгость, с которыми Афины пятого века до нашей эры предстают перед нами в образе Парфенона, скрывают их видение глазами грека. До нас не дошли алиповатые статуи богов и богинь, разноцветные краски, охра и беспорядочно расставленные монументы, алтари и стелы, которые должны были загромождать Акрополь и лишали его храмы нынешней строгости. На самом деле, многие крупные греческие центры могли больше напоминать, скажем, современный Лурд. При приближении, например, к храму Аполлона в Дельфах могло возникать такое впечатление, что его загромождают неопрятные мелкие алтари. Там толпились купцы, гнездились лотки и валялся мусор, в который превратились подношения идолам, хотя нам следовало бы сделать скидку на вклад, внесенный археологами с их фрагментарными открытиями. Тем не менее, после всех оговорок обратим внимание на разрушение временем, в результате которого возникла красота формы, практически непревзойденная красотой рукотворной. При этом не приходится говорить о какой-либо скидке на взаимосвязь суждения об объекте со стандартами, которые происходят исключительно из объекта как такового. Остается совершенно справедливым то, что создание произведения искусства, настолько глубокого и мощно говорящего о человеческом разуме на протяжении стольких поколений, само по себе не поддается простому толкованию, разве что его можно приводить в качестве доказательства непревзойденного творческого величия и поразительного мастерства в придании ему выразительности. Такое качество к тому же представлено в греческой скульптуре. В ней свою роль сыграло наличие достойного по качеству камня, а также влияние восточных, часто египетских скульптурных образцов. Как и гончарное ремесло, однажды позаимствованные восточные образцы скульптуры эволюционировали в направлении большего натурализма. Высшим сюжетом греческих скульпторов служила человеческая фигура, изображаемая уже не ради увековечения, а ради самого ее совершенства. Опять же, приходится только верить в законченный вид статуи, которую видели греки. Эти извояния часто покрывали позолотой, краской или декорировали слоновой костью и драгоценными камнями. Некоторые изделия из бронзы кто-то похитил или расплавил, поэтому нынешнее преобладание каменных резных фигур может само по себе вводить заблуждение. Зато их внешний вид, служит доказательством очевидной эволюции мастерства воятелей. Мы начинаем со статуй богов, а также молодых людей и женщин, живые прототипы которых часто нам неизвестны, просто асимметрично представленных в позах, напоминающих статуи с востока. В классических извояниях пятого века до нашей эры их натурализм начинает говорить о неравномерном распределении веса и отказе от простого положения анфас. Развитие ремесла идет в направлении зрелого человеческого стиля проксителя и четвертого века до нашей эры, в котором впервые отображается человеческое тело, обнаженная женская фигура. Великая культура представляется большим, чем простой экспонат музея, и никакую цивилизацию нельзя втиснуть в выставочный каталог, при всем их элитарном качестве, достижения и роль Греции осознаны во всех сторонах жизни. Они включают политику города-государства, трагедию Софокла и статуи Фидия. Представители последующих поколений осознали это интуитивно, счастливо неосведомленные о добросовестной дискриминации, которую ученые-историки в конечном счете подвергли различные периоды истории и места исторических событий. Они совершили весьма плодотворную ошибку, потому что в конечном счете вклад Греции в культуру будущего стали ценить ровно настолько высоко, насколько она того заслуживала. Значение исторического опыта Греции пришлось пересматривать заново и давать ему иное толкование, а древнюю Грецию открывали заново и повторно оценивали, так что на протяжении двух с лишним тысяч лет Греция рождалась заново. Снова использовался ее опыт и каждый раз по-разному. Во всех случаях, когда действительность отставала от более поздней идеализации и при всей силе ее связей с прошлым, греческая цивилизация весьма объективно служила самым важным инструментом познания человечеством его судьбы в древности. На протяжении четырех веков греки успели изобрести философию, политику, практически полную арифметику и геометрию, а также категории западного искусства. Этого было бы достаточно, даже если их ошибки тоже не были такими плодотворными. Европа начислила проценты на капитал Греции, заложенный с тех пор, и через Европу остальная часть мира вела дела по тому же самому счету. Глава третья Мир Эллинов В истории Греции после пятого века до нашей эры произошло множество причудливых зигзагов, но самым поразительным из них можно назвать то, как греческая цивилизация внедряла и придавала направление имперским мечтам о монархии, которую кое-кто называл совсем не греческой, а македонской. Во второй половине четвертого века до нашей эры на основе этого государства, располагавшегося на севере Греции, образовалась величайшая за всю историю человечества империя, унаследовавшая территории и Персии, и всех греческих городов государств. Мир этой империи мы называем Эллинским, так как преобладающей и объединяющей его силой служила культура, греческая по духу и языку. Именно македонцы принесли миру греческую культуру посредством поразительных завоевательных походов их императора четвертого века до нашей эры Александра. Рассказ наш начинается с заката авторитета Персии. Персидское возрождение в союзе со Спартой на время скрыло непреодолимые внутренние слабости этой империи. Одна из них увековечена в известном сочинении Ксенофонта под названием Аннабасис, посвященном протяженному маршу армии греческих наемников обратно домой, вверх по реке Тигр и через горы к Черному морю, после неудачной попытки притязания на персидский престол со стороны брата-царя. Тот поход выглядит мелким и второстепенным эпизодом на фоне общего заката персидской империи порождением одного частного проявления внутреннего раскола. На протяжении всего четвертого века до нашей эры эту империю не оставляли проблемы, когда область за областью, среди них Египет, который уже в 404 году до нашей эры добился независимости и пользовался ею в течение шестидесяти лет, уходили из-под ее власти. Крупный мятеж западных сатрапов вызревал долгое время, и хотя императорское правление в конечном счете удалось восстановить, далось это восстановление большой ценой. Власть персы сумели вновь навязать, но правили персы подчас без должной напористости. Одним из правителей, соблазнившимся возможностями такого ослабления персов, был Филипп Второй Македонский, правивший далеко немогущественным царством, власть которого держалась на воинской аристократии. В этом царстве сложилось грубое, жестокое общество, его правители все еще напоминали военачальников времен Гомера. Их власть опиралась больше на личное могущество, чем на атрибуты государства. Принадлежность данного государства к греческому миру вызывала большие сомнения. Многие греки считали македонцев варварами, вместе с тем их цари претендовали на происхождение из греческих родов, один из которых восходил к Гераклу, и их претензии обычно признавались. Сам Филипп тоже хотел укрепить свое общественное положение. Он требовал считать мифологического Македона греком. Когда в 359 году до нашей эры его назначили регентом малолетнего правителя Македона Македонии, он приступил к последовательным территориальным приобретениям за счет других греческих государств. Единственным объяснением своей экспансионистской политики Филипп Второй считал собственное войско, которое к концу его правления превратилось в самую совершенную по степени обученности и организации армию в Греции. По сложившейся в Македонии воинской традиции, главная роль на поле боя отводилась конница, закованная в тяжелую броню, и она продолжала служить главным родом войск. Традиционную военную науку Филипп обогатил опытом использования пеших воинов, которые он приобрел в юности, когда находился заложником в Фивах. Из тактики гоплитов он позаимствовал новый боевой порядок, представлявший собой фалангу из шестнадцати шеренг воинов, вооруженных длинными пиками. Воинов для такого боевого порядка вооружали пиками, которые были в два раза длиннее копий гоплитов, и действовали они в более рассредоточенном строю, когда пики воинов второй и третьей шеренги направляли между фалангистами для придания гораздо большей плотности убойных наконечников при переходе в атаку. Еще одно преимущество македонцев заключалось в освоении ими приема фасадов укреплений, неизвестных остальным греческим армиям. Они располагали катапультами, с помощью которых вынуждали защитников осажденного города уходить в укрытие, а сами в это время вводили в дело тараны и осадные башни на колесах. Такую технику до них применяли только в армиях Ассирии и их азиатских наследников. Наконец Филипп правил весьма состоятельным государством. Его богатства значительно возросли, когда он владел золотыми рудниками на горе Пангей, хотя он так сильно потратился, что после него остались огромные долги. Он пользовался своей властью в первую очередь ради надежного объединения Македонии. За считанные годы младенца, регентом при котором его назначили, свергли с престола, а Филиппа избрали царем. Тогда он начал посматривать на юг и северо-восток. Экспансия в тех направлениях рано или поздно вела к посекательству на интересы Афин и наступлению на их позиции. Союзники Афинян на Родосе, Косе и Хиосе и из Византии воспользовались македонским покровительством. Остальные, то есть Фокида, потерпели поражение в войне, к которой ее подстрекали Афины, но не оказали достойную поддержку. Хотя Демосфен, как последний великий агитатор афинской демократии, обеспечил себе место в истории, до сих пор мы связываем его со словом Филиппики тем, что предупредил своих соотечественников о грозящих им опасностях, спасти их он не смог. Когда война между Афинами и Македонией 355-346 годы до нашей эры наконец-то закончилась, Филипп не только получил в свое распоряжение Фессалию, но и утвердился в Центральной Греции, а также взял под свой контроль проход фермопилы. Для него складывалась благоприятная ситуация с реализацией замыслов по Фракии и при этом подразумевалось возвращение греческого интереса к Персии. Один афинский писатель выступил в пользу проведения греческого крестового похода, чтобы воспользоваться ослаблением Персии, в противоположность Демосфену, продолжавшему осуждать действия македонского варвара, и снова разрабатывались планы по освобождению азиатских городов. Такое предложение выглядело достаточно привлекательным, чтобы принести плоды в рядах инертного Коринфского союза, сформированного в 337 году до нашей эры из крупнейших греческих государств без участия Спарты. Филипп числился его председателем и военачальником, и он в чем-то напоминал Делосский союз, внешняя самостоятельность его участников служила всего лишь ширмой, так как все они числились македонскими сателлитами. Создание этого союза стало кульминацией правления Филиппа. В следующем году на него будет совершено покушение, но воплощение в реальность дела его жизни произойдет только после нового разгрома македонцами афинян и фиванцев в 338 году до нашей эры. Условия мира, навязанного Филиппом, были сносными, но участникам Коринфского союза пришлось согласиться пойти войной на Персию под македонским руководством. После смерти Филиппа греки еще раз попытались напомнить о своей независимости, но его сын и наследник Александр сокрушил греческих мятежников, как делал это с остальными повстанцами в других частях его царства. Фивы он приказал тогда, 335 год до нашей эры, стереть с лица земли, а их население обратить в рабство. Так опустился занавес четырехвековой драмы греческой истории. За этот период времени удалось сотворить цивилизацию и поселить ее в городе-государстве, располагавшем одним из самых совершенных политических режимов, известных миру. Теперь, причем не в первый раз и далеко не в последний, казалось, что будущее принадлежит тем, у кого больше войска и крупнее организация. Материковая Греция с этого времени представлялась тихой политической заводью под властью македонских губернаторов и начальников гарнизонов. По примеру своего отца Александр стремился снискать расположение греков, предоставив им широчайшие права для внутреннего самоуправления в обмен на поддержку его внешней политики. При таком подходе всегда оставался кое-кто из греков, прежде всего афинские демократы, с кем невозможно было договориться. Александр, которого мы знаем как Александра Великого, родился в 356 году до нашей эры. Невзирая на то, что отец хотел привить ему любовь к передовой греческой философии и науке, в юности Александр предпочитал семинарам попойки с приятелями. Он также питал симпатию к необузданному насилию. Один историк назвал его юным пьющим головорезом. Однако он к тому же мечтал превзойти великие завоевания отца. Когда Александр в 336 году до нашей эры зашел на престол, он решил разгромить персов и покорить весь мир. Правление Александра началось с трудностей устроенных греками, но как только те угомонились, он смог обратить свое внимание на Персию. В 334 году до нашей эры он переправился на территорию Азии, во главе войска, четверть которого укомплектовал ратниками из Греции. Речь тут шла не об одном только идеализме. Наступательная война могла к тому же представляться предприятием благоразумным, ведь прекрасной армии, оставленной Филиппом, надо было платить, чтобы она не представляла угрозы свержения новому царю, а завоевательный поход сулил необходимые деньги. Александру исполнилось 22 года, и перед ним лежал короткий по времени, но великий по достижениям путь военных побед, настолько блистательных, что его имя на века войдет в легенды и обеспечит внешние условия для самого широкого распространения греческой культуры. Он вывел жителей городов-государств в невиданный для них большой мир. Все события укладываются в весьма лаконичное повествование. В легенде говорится, что после перехода в Малую Азию он, образно говоря, разрубил Гордиев узел. Потом он нанес поражение персам в битве при Иссе. За ней последовала кампания, развернувшаяся южнее, через Сирию. По пути Александр разрушил Тир и в конечном счете вступил в Египет, где основал город, до сих пор носящий его имя. В каждом сражении он лично ввел своих воинов в бой и в рукопашных схватках не раз был ранен. Он двинулся вглубь пустыни, допросил оракула оазиса Сива, а затем вернулся в Азию, чтобы нанести второе и решающее поражение Дарию Третьему в 331 году до нашей эры в битве при Гавгамеллах. Македонцы взяли приступом и спалили Персеполь, а Александра объявили наследником Персидского престола. Дария на следующий год убил один из его сатрапов. Александр двинул свое войско дальше, преследуя иранцев северо-востока, отступавших на территорию Афганистана, туда, где находился Кандагар, в названии которого среди многих других городов увековечено его имя. При этом он на 160 километров или около того прошел через Инд вглубь Пенджаба. Там его воины отказались идти дальше, и тогда он повернул назад. Они устали, и, разгромившая армию, оснащенную двумястами боевыми слонами, его воинство не горело большим желанием сразиться с еще одной, насчитывавшей пять тысяч слонов, якобы ожидавшей македонцев в долине Ганга. Александр вернулся в Вавилон. Там он умер в 323 году до нашей эры, 32 лет от роду. Прошло чуть больше десяти лет после того, как он покинул Македонию. И его территориальное приобретение и их включение в империю носят печать гения одного человека. Это словосочетание звучит не слишком громко, так как достижения такого масштаба представляются не просто результатом удачи, благоприятного сечения исторических обстоятельств или слепой предопределенности. Александр обладал творческим умом и даром провидца. Пусть даже он кажется занятым самим собой и одержимым погоней за славой человеком, великий ум сочетался в нем с практически безрассудной храбростью, он считал предком своей матери, гомеровского Ахиллеса и всячески стремился подражать этому персонажу. Его честолюбие заставляло постоянно доказывать свое превосходство в глазах других людей, а быть может и в глазах его властной и неласковой к нему матери через завоевание новых земель. Сама идея Эллинского крестового похода на Персию без сомнения являлось для него делом реальным, но к тому же при всем его восхищении греческой культурой, о которой он узнал от своего наставника Аристотеля, Александр был человеком слишком эгоцентричным, чтобы быть миссионером, а его космополитизм базировался на оценке бытия. Его империей должны были управлять персы наряду с македонцами. Сам Александр сначала женился на бактрийской, а затем на персидской принцессе и принял неправомерно, по мнению некоторых его компаньонов, почести, которые на Востоке воздавали правителям, считавшимся богоподобными. К тому же он подчас проявлял поспешность и опрометчивость. Именно солдаты принудили Александра повернуть назад у Инда. Правитель Македонии не должен был бросаться в схватку, не заботясь о том, что произойдет с его монархией, если он погибнет, не оставив наследника. Хуже всего то, что в пьяной ссоре он убил друга и мог быть причастен к убийству своего отца. Жизнь Александра закончилась слишком скоро, чтобы обеспечить единство его империи в будущем или доказать потомкам, что даже он не мог долгое время гарантировать ее целостность. Однако все им содеянное за это время внушает бесспорное восхищение. Основание им двадцати пяти так называемых городов уже само по себе выглядит великим делом, даже если некоторые из них представляли собой всего лишь укрепленные опорные пункты. Они служили ключами к азиатским сухопутным маршрутам. Соединение Востока и Запада с их общим правительством все еще представлялось задачей куда более сложной, но Александр за десять лет многое сделал на этом пути. Понятно, что особого выбора у него не было. Не нашлось достаточно греков и македонцев, чтобы воевать и управлять огромной империей. Сначала он управлял завоеванными областями через персидских чиновников, а после возвращения из Индии приступил к реорганизации войска в смешанные полки, состоявшие одновременно из македонцев и персов. То, что он переоделся в персидское платье и попытался заставить своих соотечественников, а также персов, кланяться ему до земли, вызвало недовольство со стороны его последователей, поскольку в таких нововведениях проявилась его склонность к восточным манерам. Последовали заговоры и мятежи. Все они провалились, а по его относительно умеренным репрессиям можно предположить, что особой опасности для Александра такие происки врагов не представляли. Переломный момент наступил вслед за его самым экстравагантным жестом по культурной интеграции, когда Александр, взяв в жены дочь Дария, не расставшись при этом со своей женой принцессой Бактрии Роксаной, исполнил обряд массового бракосочетания девяти тысяч его воинов с восточными женщинами. В историю это мероприятие вошло как обручение Востока с Западом. И это был акт государственного деятеля, а не идеалиста, так как новую империю ради ее сохранности требовалось чем-то скреплять. Что империя Александра на самом деле значила в культурной связи осмыслению поддается с трудом. Греки расселились понятное дело на обширной территории, но последствия этого проявились лишь после кончины Александра, когда формальная структура империи рухнула, зато из нее возник культурный факт существования эллинского мира. На самом деле о жизни в империи Александра Великого нам известно немного, и с учетом кратковременности ее существования представляется маловероятным наличие каких-либо ограничений для античного правительства и отсутствие желания заняться коренными преобразованиями, когда большинство ее населения в 323 году до нашей эры сочло свою жизнь заметно отличающейся от той, которую они вели за 10 лет до того. Походы Александра сказались и на жизни народов Востока. Он правил недостаточно долго, чтобы заметно повлиять на взаимоотношения западных греков с Карфагеном, которым пришлось заниматься весь конец IV века до нашей эры. В самой Греции до самой его кончины обстановка оставалась спокойной. Именно в Азии он правил землями, которыми греки раньше не управляли. В Персии он объявил себя наследником великого царя, и правители северных сатрафий Вифинии, Каппадокии и Арминии признали его власть слабая, так как связи империи Александра представлялись непрочными. Она подвергалась испытанию, когда он умер, не оставив неоспоримого наследника. Его военачальники затеяли борьбу за все то, что они могли отхватить и удержать, а империя распалась еще до посмертного рождения его сына от Роксаны. Она к тому времени уже убила его вторую жену, поэтому когда она и ее сын умерли в злоключениях, какая-либо надежда на прямого наследника исчезла. За сорок с лишним лет между усобиц все успокоилось на том, что воссоздать империю Александра Великого никому не удастся. На ее месте появилось несколько крупных государств, представлявших собой наследственные монархии. Их основали удачливые военачальники, диадохи, или так называемые преемники Александра Македонского. Птолемей Сотер, считающийся одним из лучших генералов Александра, захватил власть в Египте сразу после смерти своего господина, и туда же он впоследствии перевез ценный трофей в виде тела Александра Великого. Потомкам Птолемея предстояло править его провинцией на протяжении без малого трехсот лет до смерти легендарной Клеопатры в тридцатом году до нашей эры. Египет при династии Птолемеев оказался самым живучим и богатым из государств преемников империи Александра Македонского. Из азиатской части империи индийские территории и часть Афганистана ушли из рук греков целиком, так как их пришлось уступить индийскому правителю в обмен на военную помощь. Оставшаяся от нее часть к трехсотому году до нашей эры представляла собой огромное царство площадью двадцать восемь с половиной миллионов квадратных километров с приблизительно тридцатью миллионами подданных. Она простиралась от Афганистана до Сирии, а столица находилась в Антиохии. Этой обширной вотчиной правили потомки еще одного македонского полководца по имени Селевк. Из-за набегов кочевых кельтов, забредавших из Северной Европы, которые уже вторглись в саму Македонию, в начале третьего века до нашей эры произошло ее частичное разобщение, и отколовшаяся от нее территория впоследствии превратилась в отчину царства Пергам, которым правила династия так называемых Атталидов, выдавивших кельтов дальше вглубь Малой Азии, селевкидом перепали остальные территории, хотя в 225 году до нашей эры им пришлось уступить Бактрию, где потомки воинов Александра образовали знаменитое греческое царство. Македонцы при правлении еще одной династии антигонидов попытались сохранить контроль над греческими государствами, оспаривавшимися в эгейском мире флотом Птолемеев, а в Малой Азии селевкидами. Около 265 года до нашей эры афиняне предприняли очередную попытку обрести независимость, но потерпели неудачу. Эти события выглядят сложными, но не представляют большой важности для нашего повествования. Значение имело то, что на протяжении около шестидесяти лет после 280 года до нашей эры эллинские царства пребывали в относительном равновесии и сил, занятые событиями в Восточном Средиземноморье и Азии и, за исключением греков и македонцев, обращая мало внимания на события, происходившие дальше на Западе, сложились мирные условия для самого активного распространения вширь греческой культуры, и с такой точки зрения эти государства представляли большую важность. Именно своим вкладом в распространение и рост цивилизации они привлекают наше внимание, а не туманной политикой и неблагодарной междоусобицей диадохов. Греческий язык теперь считался официальным языком на всем Ближнем Востоке, но гораздо важнее то, что он был языком общения жителей городов, служивших очагами нового мира. При династии селевкидов союз эллинской и восточной цивилизаций, о котором мог мечтать Александр Македонский, начал обретать реальное очертание. Селевкиды собирали всех греческих переселенцев и основывали новые города везде, где они могли служить средством укрепления структуры их империи и эллинизации местного населения. Власть селевкидов сосредоточивалась в городах, поскольку за их пределами простирались районы обитания разнообразных местных племен персидских сатрапий и вассалов. В основе административной системы селевкидов все еще лежали сатрапии. Теорию абсолютизма цари селевкидов унаследовали у ахаменидов, а также их систему налогообложения. В появлении новых городов отразился экономический рост, а также здравость политики властей. Победоносные участники войн Александра и продолжатели его дела завладели огромной добычей, большую часть которой составляли слитки золота, накопленные правителями Персидской империи. Добытые трофеи пошли на стимулирование хозяйственной жизни по всему Ближнему Востоку, но к тому же принесли бедствия инфляции и нестабильности. Однако, как бы там ни было, в целом все шло к дальнейшему накоплению богатства. Никаких нововведений не внедрялось ни в ремесленное производство, ни в освоение новых тем, чем всегда была, разве что вырос ее масштаб. Зато эллинская цивилизация стала богаче своих предшественников и прирост населения служил одним из показателей этого. По развалинам эллинских городов можно судить о затратах на внешние атрибуты греческой городской жизни. В избытке строили театры и гимназии, во всех городах проводились спортивные игры и праздничные мероприятия. Местное сельское население, носившее подати и в некоторой своей части негодовавшее по поводу того, что теперь называют вестернизацией, вряд ли приглашали на все эти городские мероприятия. Тем не менее, солидные достижения были налицо. Через города удалось провести эллинизацию Ближнего Востока в том виде, в каком он оставался до прихода ислама. В скором времени здесь появляется собственная греческая литература. Все-таки при том, что здесь прижилась цивилизация греческих городов, по своему духу она отличалась от цивилизации прошлого, как это с горечью отмечала некоторая часть греков. Македонцы никогда не знали жизни города государства, и в их творениях в Азии отсутствовала сущность таких городов. Все левкиды основали множество городов, но над ними сохранили старую автократическую и централизованную администрацию сатрапий. Мощное развитие получила бюрократия, а самоуправление зачахло. Как ни странно, наряду с ответственностью за ликвидацию последствий стихийных бедствий, лежавшие на них с прошлого, города самой Греции, где сохранялась едва тлеющая традиция независимости, представлялись той частью эллинского мира, которая фактически переживала экономический и демографический упадок. Хотя политический кураж из городов ушел, городская культура все еще служила великим механизмом передачи греческих воззрений на мир, огромный интеллектуальный капитал, можно было позаимствовать в двух крупнейших библиотеках древнего мира, открытых в Александрии и Пергаме. Птолемей I к тому же основал свой музей, представлявший собой своего рода учреждение передового просвещения. В Пергаме один царь жертвовал средства наставникам, и в том же Пергаме народ усовершенствовал использование пергамента, когда Птолемеи прекратили поставку папируса. В Афинах сохранились академия и лицей, и эти учреждения способствовали повсеместному оживлению традиций греческой интеллектуальной деятельности свежими мыслями. В таких заведениях велась в основном деятельность в узком смысле академическая, то есть по большому счету подыскивались достойные толкования былых достижений, но зато она находилась на высоком качественном уровне и теперь представляется малозначимой из-за грандиозных достижений ученых V и IV веков до нашей эры. Эта традиция была достаточно прочной, чтобы выдержать испытания временем на протяжении даже христианской эры, хотя значительная ее содержательная часть безвозвратно утрачена. Со временем мир ислама воспримет учение Платона и Аристотеля через наследие эллинских грамотеев наставников. Наилучшим образом в эллинской цивилизации сохранилась греческая традиция в науке и здесь выдающаяся роль принадлежит Александрии как крупнейшему из всех эллинских городов. Величайшим специалистом в области систематизации геометрии считается Евклид, определявший путь развития этой науки вплоть до XIX века, а Архимед, известный своими практическими достижениями в разработке конструкции боевых устройств на Сицилии, числится предположительным учеником Евклида. Еще один Александриец по имени Эратосфен первым из представителей рода человеческого вычислил размеры земли, а эллинский грек Аристарх Самосский договорился до того, что земля вращается вокруг солнца, хотя его взгляды отвергли современники и потомки, потому что они противоречили принципам Аристотелевой физики, построенным на противоположном принципе. Архимед добился больших успехов в развитии гидростатики, он к тому же изобрел ворот, но главное достижение носителей греческой традиции всегда лежали в области математики, а не прикладных дисциплин, и в эллинские времена греческие математики достигли своих высот в теории конических сечений и эллипсов, а также заложили основы тригонометрии. Они послужили важными дополнениями к инструментальному набору познания мира человечеством, и все же они не настолько определенно выглядели достижениями эллинской нравственной и политической философии по сравнению с тем, что было раньше. Представляется заманчивой попытка отыскать причину этого в политических изменениях при переходе от города государства к более крупным государственным образованиям. В тех же Афинах философия нашла свой величайший центр развития, и Аристотель надеялся возродить этот город-государства. В достойных руках, думал этот философ, в нем могли бы появиться условия для лучшей жизни. Но, возможно, из-за необходимости произвести благоприятное впечатление на представителей остальных национальностей, в силу, возможно, несомненной привлекательности для них мира за пределами греческой культуры, новые монархи все больше склонялись к восточным культурам, положенным личности правителя. Такое почитание царя уходило корнями в Месопотамскую и Египетскую старину. Между тем, настоящим основанием эллинистических государств служила бюрократия, причем необузданная традициями гражданственной независимости, так как большинство греческих городов в Азии основали или восстановили салевкиды, все, что они давали, они же могли и забрать. И армии греческих и македонских наемников, освободивших их от зависимости, привязанной к местным ратникам, какими бы могущественными и внушающими страх они ни были, в таких структурах обнаруживалось мало качеств, способных внушить их разношерстным подданным лояльность и эмоциональную привязанность. В некотором роде эллинистический триумф греческой культуры выглядел обманчиво. Греческий язык все еще использовался, но некоторые его слова приобретали иное значение. Греческая религия, например, как великая объединяющая эллинов сила, пребывала в упадке, и греческий рационализм пятого века до нашей эры вместе с ней. Такой крах традиционной системы ценностей послужил предпосыл как к переменам в области философской мысли. Изучение философии в самой Греции все еще велось весьма энергично, и даже здесь представители эллинистической ветви предположили, что люди возвращаются к своим личным проблемам, отстраняются от общества, на которое не могут повлиять, ища убежище от ударов судьбы и трудностей повседневной жизни. Похоже, ничего нового в этом нет. Вспомним хотя бы Эпикура, искавшего благо исключительно в личных человеческих удовольствиях, вопреки появившимся позже искаженным толкованиям, он подразумевал под этим нечто далекое от потакания своим слабостям. Удовольствием Эпикуру служила субъективная удовлетворенность и отсутствие боли. Такое представление об удовольствии для современного человека выглядит аскетичным. Но с точки зрения симптоматики его важность представляется значительной, потому что в нем просматривается устремление человеческого увлечения в сторону частного и личного. Другая форма этой философской реакции выразилась в отставании идеалов самоотречения и неприсоединения. Представители школы, известной как школа кинников, отказались от общепризнанных норм жизни и старались избавиться от радости окружающего их материального мира. Один из них, киприот по имени Зенон, живший в Афинах, стал пропагандировать собственную доктрину в общественном месте в расписном портике Стоа Поикеле. По месту сбора учеников Зенона его школу назвали школой стоиков. Стоики заняли место среди наиболее влиятельных философов, потому что их учение казалось легко применимым к повседневной жизни. По большому счету, стоики проповедовали ту истину, что жизнь следует прожить в соответствии с разумным порядком, позаимствованным у движения Вселенной. Человек не может повлиять на то, что с ним происходит, говорили они, но он может принять послание судьбы, распоряжение воли Всевышнего, в которого они верили, благие дела, соответственно, не следует совершать ради ожидаемой похвалы, ведь они могут не получиться или принести зло, совершать их надо ради них самих и приносимой ими пользы. В стоицизме, пользовавшемся большой популярностью в эллинистическом мире, заложена доктрина, придающая человеку новую опору для нравственной веры, в то время, когда авторитетом больше не пользовался ни полис, ни традиционная греческая религия. Стоицизм, к тому же, обладал потенциалом на долгую жизнь, потому что он отвечал чаянием всех людей, которые, согласно этому учению, уравнивались в правах. В нем содержалось зерно нравственного всеспасения, через которое постепенно изживалось старинное различие между греком и варваром, а также любое другое различие между благоразумными людьми. Оно взывало к общей человечности и фактически выражало осуждение рабству, что представляется потрясающим шагом в мире, построенном на принудительном труде. Стоицизму предстояло послужить плодотворным источником для мыслителей на протяжении двух тысяч лет. В скором времени его этика дисциплинированного здравого смысла должна она будет удостоиться великого успеха в Риме. У философии, таким образом, появились признаки эклектизма и космополитизма, которые бросаются в глаза практически в любом аспекте эллинской культуры. Возможно, их самым наглядным отображением послужило приспособление греческой скульптуры к монументальной скульптуре Востока, мастер которой произвел таких чудовищ, как тридцатиметровый колосс Радосский. Все же, в конечном счете, эклектизм и космополитизм проявились в устремлениях стоиков точно так же, как в экзотических восточных культах, пришедших на смену греческим богам. Ученый Эратосфен сказал, что он видел во всех добрых людях своих соотечественников, и в данном замечании выражается новый дух эллинизма в его лучших проявлениях. Политическая конструкция этого мира, в конце концов, стремилась к переменам, так как источники перемен появились помимо человеческой воли. Одним из ранних предзнаменований грядущих перемен стало появление новой угрозы с Востока в виде Парфянского царства. К середине третьего столетия до нашей эры, слабость, обусловленная сосредоточением династий селевкидов, население и богатство западной половины их царства, потребовало безотлагательно заняться отношениями с остальными эллинскими государствами. С северо-востока, как всегда, угрожали степные кочевники, но правительство отвлеклось от этой опасности на добывание денег и ресурсов, необходимых для ведения споров с Птолемеевским Египтом. Искушение для находившегося вдали Сатрапа действовать по своему собственному усмотрению в качестве военачальника подчас было просто непреодолимым. Ученые не сходятся в деталях, но одной из Сатрапий, где предводитель не удержался от такого соблазна, было Парфянское царство, занимавшее важную область на юго-восточном побережье Каспийского моря. Ему предстояло занять еще более важное место несколько веков спустя, так как через него пролегали караванные маршруты в Центральную Азию, по которой осуществлялась связь западного классического мира с далеким Китаем по великому шелковому пути. Кто же были эти Парфяне? Изначально они представляли собой иранскую кочевую народность, появившуюся из Центральной Евразии. Из нее в высокогорье Ирана и Месопотамии возникло некое политическое образование. Они стали символом военной выучки, так как только Парфяне владели одним неоценимым навыком. Они умели пускать стрелы в цель из лука на скаку, но просуществовало их царство почти пятьсот лет, не только за счет воинского искусства. Они к тому же унаследовали административную структуру, оставленную селивкидом Александром Македонским, который позаимствовал ее у персов, на самом деле Парфяне, во многом казались наследниками, а не творцами. Официальные документы их великой династии составлялись на греческом языке, и они явно не имели никакого собственного права, зато радостно согласились на уже сложившуюся практику, будь то вавилонян, персов или эллинов. Их древняя история, по большому счету, остается туманной. В третьем столетии до нашей эры в Парфянском царстве существовала какая-то монархия, центр которой не удается обнаружить до сих пор, но селивкидом до него явно не было особого дела. Во втором веке, когда династия селивкидов полностью отвлеклась на проблемы, нависшие с запада, два брата, младшего из которых звали Митридат Первый, образовали Парфянскую империю, территория которой к моменту кончины Митридата простиралась от Бактрии, еще один осколок наследия селивкидов, который в конечном счете отделился приблизительно в то же самое время, что и Парфянское царство на востоке и до Вавилонии на западе. Прекрасно помнивший судьбу тех, кто ушел в лучший мир до него, Митридат, сам приказал отчеканить на своих монетах собственное положение Великой царь. После его смерти случилось несколько потерь, но его тезка Митридат Второй вернул утраченные позиции и пошел дальше. Селивкиды теперь увязли в проблемах Сирии. В Месопотамии границей его империи служил Ефрат, а китайцы установили с ним дипломатические отношения. На монетах второго Митридата чеканился гордый ахаменицкий титул царь царей и напрашивается разумный вывод о том, что династия Аршакидов, которой принадлежали Митридаты, теперь сознательно связывалась с Великим Персидским родом. Все-таки Парфианское государство представляется намного более свободным, чем Персидское. Оно больше напоминает феодальное объединение дворян вокруг военачальника, чем забюрократизированное государство. На Ефрате Парфианское царство должно было в конечном счете познакомиться с новой державой Запада. Даже Эллинские царства, находившиеся ближе к нему, чем Парфианское царство, и поэтому практически не имеющие оправдания, почти не обращали внимания на подъем Рима, этой новой звезды политического небосклона. И они пошли своим путем, не принимая во внимание то, что происходило на Западе. Западные греки, конечно, лучше знали о происходящем, но были заняты первой большой угрозой, то есть Карфагеном, противостоящим грекам в Средиземноморье, основанной финикийцами около восьмисотых годов до нашей эры, возможно, даже тогда, чтобы прекратить греческое коммерческое влияние на маршрутах транспортировки металлов Карфаген, вырос и превзошел Тир с Сидоном в богатстве и мощи, но он остался городом-государством, пользующимся союзами и покровительством, а не завоеваниями и гарнизонами. Его граждане предпочитали торговлю и земледелие войнам. К сожалению, собственные документы Карфагена погибли, когда в конечном счете этот город стерли с лица земли в 146 году до нашей эры, и мы мало знаем о его истории из первых рук. Все же он откровенно представлялся значительным коммерческим конкурентом для западных греков. К 480 году до нашей эры они были ограничены в коммерческом плане чуть больше, чем долиной Роны Италии и прежде всего Сицилии. Этот остров и один из его городов Сиракузы служил ключом к греческому западу. Сиракузы прикрыли Сицилию от Карфагенен в первый раз, когда их жители схватили с ними и разбили. На протяжении практически всего пятого века до нашей эры Карфаген больше не обеспокоил западных греков и жители Сиракуз смогли оказать помощь греческим городам Италии в борьбе против этрусков. Тогда Сиракузы стали целью провалившейся сицилийской экспедиции из Афин 415-413 годы до нашей эры, потому что они были величайшим из западных греческих государств. Карфаген они после этого вернулись, но Сиракузы избежали поражения, чтобы в скором времени вступить в величайший период своей власти, распространявшейся не только на сам остров, но и на Южную Италию и Адриатику. Жители Сиракуз переполняла решимость к действию. В какой-то момент они чуть было не захватили Карфаген, и в результате еще одной экспедиции к своей Адриатической водчине добавили Керкиру, Корфу. Но чуть позже трехсотых годов до нашей эры стало ясно, что Карфагенская мощь росла, в то время как Сиракузам пришлось встретиться с римской угрозой на материке Италии. Сицилийцы поссорились с человеком, который, возможно, спас их, с Пирром Эпирским, и к середине третьего века до нашей эры римляне стали хозяевами своего материка. Теперь на западной арене появилось три основных персонажа, но Эллинский Восток казался удивительно равнодушным к тому, что происходило, хотя Пир знал обо всем. Такое безразличие выглядит недальновидным, но в это время римляне не видели себя мировыми завоевателями. Во время вступления в пунические войны с Карфагеном, из которого они выйдут победителями, ими двигали в равной степени страх и алчность. Потом им предстоит обратить свой взор на восток. Кое-кто из эллинских греков к концу века начнет понимать то, что их могло ожидать. Туча на западе — так называли битву между Карфагеном и Римом, за которой наблюдали на аллинизированном востоке. Независимо от ее исхода, она должна была иметь большие последствия для всего Средиземноморья, как бы там ни было. Восток должен был доказать в таком случае, что у него найдутся собственные силы и воля для сопротивления. Как позже выразился один римлянин, Греция возьмет своих пленителей в неволю, приобщив к греческой культуре новых варваров. Глава четвертая Рим По всему западному Средиземноморскому побережью и на протяжении обширных областей Западной Европы, Балкан и Малой Азии можно до сих пор встретить реликвии великих достижений Римской империи. Больше всего их находятся в некоторых известных местах, особенно на территории самого Рима. Причина их появления там объясняется тысячелетней историей великой империи. Если не оглядываться на достижения римлян, как часто делали наши предки, завидуя этому народу, все равно не оставляет ощущения замешательства и даже восхищения тем, как много способен сотворить человек, понятно, что чем пристальнее историки присматриваются к величественным останкам былых достижений, и чем тщательнее они анализируют сохранившиеся документы, в которых разъясняются римские идеалы и умения римских мастеров, тем нагляднее мы осознаем простую истину того, что римляне все-таки не обладали сверхчеловеческими способностями. Великолепие, присущее Риму, иногда кажется показной мишурой, а достоинства, провозглашенные его публицистами, могут во многом звучать политическим лицемерием, точно так же, как и подобные лозунги сегодня. Все-таки, когда все уже сказано и сделано, нам остается поразительный и мощный стержень творческой изобретательности. В завершение следует обратить внимание на то, что римляне поменяли декорации греческой цивилизации. Тем самым они обозначили контуры первой цивилизации, охватывающей всю Европу. К такому достижению римляне шли вполне осознанно. Оглядываясь на пройденный путь, когда позже все вокруг них уже рушилось, они по-прежнему ощущали себя такими же римлянами, как их предки, сотворившие свою цивилизацию. Они и были римлянами, пусть даже по ощущению, в которое верили, а все остальное было пустое. При всей его объективной внушительности и эпизодической грубости, стержень римского успеха состоял в идее, идее самого и через него передалось другим в понятии того, что однажды назовут романитас, признаками римского духа. У всего этого просматриваются глубокие корни. Римляне говорили, что их город основал некий Ромул в 753 году до нашей эры. Серьез воспринимать такую выдумку не стоит, но легенда о волчице, вскормившей своим молоком Ромула и его брата-близнеца Рема, заслуживает внимания. Она является собой наглядный символ долго древнего Рима перед его прошлым, принадлежащим народу под названием Этруски, среди культов которого прослеживается особое преклонение перед волком. При всем богатстве археологических находок, украшенных многочисленными письменами и всех добросовестных усилиях ученых по установлению их смысла Этруски остаются для нас таинственным народом. На текущий момент удалось с некоторой достоверностью очертить в общем плане природу Этрусской культуры и значительно меньшей степени его историю или хронологию. Ученые до сих пор не договорились о времени появления Этрусской цивилизации. Историки указывают самый широкий период от X до VII века до нашей эры. Не могут они прийти к единому мнению о происхождении Этрусков. Сторонники одной из гипотез называют их переселенцами из Азии, двинувшимися в путь сразу после краха Хеттской империи, но находятся сторонники и других гипотез. Уверенно можно лишь утверждать, что они не были первыми итальянцами. Когда и откуда бы они не пришли на Апеннинский полуостров, Италию уже тогда населяли самые разные народы. В то время вполне могли еще среди них проживать кое-какие коренные местные племена, к предкам которых присоединились индоевропейские захватчики, прибывшие во втором тысячелетии до нашей эры. На протяжении последующих тысяч лет некоторые из этих итальянцев создали свои разновидности передовой культуры. Обработка железа, вероятно, велась уже около тысячных годов до нашей эры. Этрусские могли перенять такое умение от народов, осевших там раньше их, возможно, у представителей культуры, названной культура вилланов, по месту археологических раскопок под современной Болоньей. Они довели металлургию до высокого уровня и активно осваивали месторождение железной руды на острове Эльба, недалеко от побережья Этрурии. Располагая железным оружием, они могли установить этрусское господство в период максимального расцвета, охватывавшего всю центральную часть Апенинского полуострова от долины реки По до области Кампания. Политическая организация Этрурии до конца не выяснена, но можно предположить, что она представляла собой свободный союз городов под управлением царей. Этруски владели грамотой и использовали алфавит на основе греческого языка, который, возможно, позаимствовали у жителей городов Магна Гроссесия. Хотя из их письма трудно что-либо разобрать, к тому же их можно считать относительно состоятельными людьми. В шестом веке до нашей эры этруски закрепились на важном плацдарме южного берега реки Тибр. Там находился городок Рим, бывший тогда одним из многочисленных небольших городов латинцев, давно обосновавшихся в области компания. Через этот город кое-что из сохранившегося от этрусков передалось в европейскую традицию и потом в ней затерялось. Ближе к концу шестого столетия до нашей эры римляне покончили с этруским господством во время восстания населения латинских городов против своих господ. Но до тех пор этим городом управляли цари, последнего из которых согласно традиционной легенде прогнали в 509 году до нашей эры. Какую бы точную дату ни называли, все определенно случилось приблизительно в то время, когда этруской власти, занятой упорной борьбой с западными греками, успешно бросили вызов латинские народы, выбравшие после того свой собственный путь. Тем не менее, Риму досталось много полезного от его этрусского прошлого. Как раз через Этрурию Рим впервые получил выход на греческую цивилизацию, с которой римляне продолжали жить в контакте и по суше, и по морю. В Рим сходились главные сухопутные и водные пути вдоль по течению Тибра, хотя морские суда в город войти не могли. Важнейшим наследованием Рима можно назвать его обогащение влиянием греков, но римляне к тому же сохранили еще многое от этрусского прошлого. Одним из этрусских наследий можно считать то, как народ сводили в центурии для ведения боевых действий. Больше несерьезных, но поразительных примеров находим в гладиаторских схватках, городских торжествах и толковании предзнаменований в виде обсуждения внутренностей жертвенных животных ради определения контуров будущего. Римской республике суждено было просуществовать больше 450 лет и даже после падения сохранились названия ее учреждений. Римляне всегда любили порассуждать по поводу преемственности их всеподданнейшей приверженности или предосудительного отвержения старым добрым традициям своей древней республики. И дело касается не просто исторических выдумок. В подобных утверждениях кроется известная истина. Например, в утверждении по поводу преемственности парламентской формы правления в Великобритании или мудрости отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, согласившихся на утверждение Конституции, которая до сих пор себя вполне оправдывает. Разумеется, по мере прохождения веков в традиции вносились заметные изменения. Они нарушали правовую и идеологическую преемственность, и историки все еще спорят о том, как их правильно истолковать. Как бы там ни было, при всех этих изменениях с помощью непременных римских атрибутов созданы условия для того, чтобы римское Средиземноморье и римская империя простирались далеко за пределы того, что должно было стать колыбелью Европы и христианства. Таким образом, Рим, как и Греция, традиции которой пришли к многим последующим поколениям людей только через тот же Рим, в большой степени сформировал контуры современного мира, причем непросто в физическом значении существования людей среди ее развалин. Если не вдаваться в подробности, изменения республиканских времен выглядят признаками и результатами двух главных процессов. Одним из них был распад. Учреждения республики постепенно прекращали функционировать. Ими больше нельзя было сдержать развитие политических и социальных реалий, и в конечном счете такая неконтролируемость событий уничтожила атрибуты республики, даже когда сохранились их названия. Второй процесс состоял в пространственном напряжении римского правления, сначала за пределами городов, а потом Италии. И на протяжении около двух веков оба процесса проходили весьма медленно. Внутренняя политика коренилась на договоренностях изначально предусматривавших предотвращение возврата к монархии. Учредительная теория в кратком виде выражена в дивизе, украшавшем памятники и штандарты Рима, когда уже давно наступили времена империи. СПКР, то есть первыми буквами латинских слов Римский Сенат и Народ. Теоретически безусловный суверенитет всегда определялся народом, который действовал через сложную систему собраний открытых абсолютно до всех граждан. Разумеется, не все жители Рима считались гражданами. Точно такая же система применялась во многих греческих городах-государствах. Общим ведением практических дел занимался Сенат. Сенаторы принимали законы и регулировали функционирование избиравшихся магистратов. Самые острые политические проблемы римской истории обычно выражались как раз в форме напряженных переговоров между полярными группировками Сената и Народа. Отчасти вызывает удивление то, что внутренние распри в начале становления республики выглядят относительно бескровными. Их последствия представляются неоднозначными, а кое-вчем даже мистическими, хотя результат состоял в том, что гражданское сообщество получило возможность активно участвовать в делах своей республики. Сенат, в стенах которого сосредоточились рычаги политического руководства государством, к 300-м годам до нашей эры стал представлять интересы правящего сословия, в котором объединились прежние патриции до республиканских времен с состоятельными представителями плебса, как называли остальную часть граждан. Члены Сената составили некую воспроизводящуюся олигархию, хотя некоторых из них обходили во время очередной переписи населения, проводившейся раз в пять лет. Стержнем Сената служила группа дворянских семей, происхождение которых можно было иногда проследить к плебейскому сословию, но среди их предков были консулы, то есть высшие должностные лица магистрата. Последних царей в конце шестого века до нашей эры как раз сменили два консула. Назначаемые на один год, они правили через Сенат и числились его самыми важными чиновниками. Кандидатов на такие посты подбирали из людей опытных и пользующихся авторитетом в обществе, ведь перед избранием на должность им предстояло пройти обсуждение как минимум на двух подчиненных уровнях избираемых депутатов, таких как квесторы и преторы. Только после этого они получали право на использование всех своих полномочий. Квесторы, двадцать из которых переизбирали каждый год, к тому же автоматически становились членами Сената. С помощью такой процедуры обеспечивалось предельное единство римской правящей верхушки и необходимые профессиональные навыки, так как продвижение по карьерной лестнице регулировалось тщательным подбором кандидатов из многочисленных претендентов, прошедших необходимую проверку и подготовку в ходе исполнения служебных обязанностей. То, что такое устройство себя вполне оправдывало на протяжении долгого времени бесспорно, ему всегда хватало способных мужчин. Парламентом маскировали естественное стремление олигархов к формированию фракций, поскольку какие бы победы не одерживали плебеи, функционирование системы гарантировало такое положение вещей, что государством управляли богачи, и богачи спорили за право занять ту или иную государственную должность исключительно между собой. Даже в коллегии выборщиков, вроде предназначавшейся для представления всего народа, существовали комититя центуриата, центуриатные комиции, с помощью которых подавляющее влияние переходило в распоряжение граждан весьма состоятельных. Слово плебеи в любом случае нами воспринимается обманчиво упрощенно. Этим словом в разное время обозначались различные явления общественной реальности. По мере территориальных приобретений и предоставления избирательных прав новым гражданам происходило медленное расширение границ гражданства. Даже в старинные времена эти границы простирались далеко за пределами конкретного города и его окрестностей, так как в состав республики включались все новые города. В то время типичным гражданином считался некий сородич. Фундамент римского общества всегда составляли земледельцы и селяне. Важно отметить, что латинское слово для обозначения денег «пекуния» происходит от слова обозначавшего «отару овец» или «стадо крупного рогатого скота», а римской мерой земли был Иугерум, площадь поля, которую можно было вспахать за день на паре валов. Земля и общество, существовавшее за счет этой земли, во времена республики, связывались постоянно меняющимся образом, но основой республики всегда служило ее сельское население. Сложившееся позже в умах людей представление об имперском Риме как великом городе Паразите уводит от истинного положения вещей. Вольные граждане, составлявшие основу населения на заре республики, относились к земледельцам, некоторые из которых были гораздо беднее других. В соответствии с законом существовала сложная система их подразделения на группы, уходившая корнями в этрусское прошлое. Имевшиеся различия большой экономической роли не играли, хотя с точки зрения избирательного права их структурной важностью пренебрегать не стоит. И по ним более сложно судить об общественных реалиях республиканского Рима, чем по различиям предполагаемым римской переписью между теми, кто был в состоянии приобрести для себя оружие и доспехи, необходимое для службы в качестве ратников и теми, чей вклад в государство состоял исключительно в производстве детей, пролетарии, неимущие, дающие только потомство, а также теми, кого просто считали по головам, так как они не владели собственностью и не заводили семьи, ниже их всех по положению в обществе, разумеется, находились рабы. Существовала устойчивая тенденция, стремительно нарастающая в третьем и втором веках до нашей эры, которая касалась многих плебеев, которые на первых порах сохраняли за собой некоторую вольность в силу владения собственной землей, а потом скатывались в нищету. Между тем, новая аристократия увеличила свою относительную долю земли, поскольку завоевания чужих территорий принесли еще большее богатство. Такой процесс затянулся надолго, и за это время появились новые подвиды общественных интересов и политических акцентов. Ко всему прочему, следует добавить еще один усложняющийся фактор, когда вошло в широкую практику предоставления гражданства союзникам Рима. В республике фактически наблюдалось постепенное увеличение сословия граждан с одновременным реальным ослаблением ее полномочий с точки зрения влияния на происходящее событие. Дело даже не в том, что в проведении римской политики теперь приходилось всецело учитывать интересы богатого сословия. К тому же все вопросы теперь приходилось решать в Риме, при том, что никто не позаботился о передаче представительских функций на места для учета пожеланий даже тех римских граждан, которые жили в перенаселенной столице, не говоря уже о гражданах на остальной обширной территории Италии. На таком фоне стала складываться тенденция направления угроз по поводу отказа от военной службы или вообще выхода из-под власти Рима и основания города в другом месте, при этом плебеи смогли несколько ограничить полномочия сената и магистратов. После 366 года до нашей эры, к тому же одного из этих двух консулов стали избирать в обязательном порядке из сословия плебеев, а в 287 году до нашей эры решением плебейского собрания придали преимущественную силу закона. Но главное ограничение для традиционных правителей ввели с помощью десяти выборных народных трибунов, то есть избираемых всеобщим голосованием должностных лиц, пользующихся правом законодательной инициативы или вето на обсуждаемые законы. Одного вето было достаточно, и они круглые сутки вели прием граждан, считающих, что с ними несправедливо обошлись в магистрате. Наибольший вес трибуны приобрели в случае обострения социальных противоречий или расхождения личных взглядов в сенате, ведь тогда их начинали всячески обхаживать политики. В самом начале существования республики, но и гораздо позже трибунам, принадлежавшим правящему сословию и даже носившим дворянские титулы, как правило, было гораздо проще находить общий язык с консулами и остальными членами сената. Административный талант и опыт этого коллектива и повышение его престижа благодаря руководству войной и мероприятиями по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, невозможно было поставить под сомнение до тех пор, пока социальные изменения не достигли достаточно серьезной степени, чтобы составить угрозу крушения республики как таковой. Учредительное устройство римской республики с самого ее начала тем самым представлялось очень сложным, но зато функциональным. Оно служило предотвращению насильственной революции и содействию последовательным переменам. Но все-таки нам оно виделось бы не таким важным, как устройство ФИФ или Сиракуз, если не сыграло бы решающую роль в первой фазе победоносной экспансии римской власти на соседей. Судьба республиканских учреждений представляется важной и в более поздние периоды из-за того, во что превратилась республика сама по себе. Практически весь пятый век до нашей эры ушел на подчинение соседей Рима и в ходе этого территория империи увеличилась в два раза. Затем признали верховенство Рима остальные города Латинского Союза, когда жители некоторых из них в середине четвертого века до нашей эры подымали мятежи, их насильно возвращали на место, причем на более жестких условиях. Это походило на приземленный вариант Афинской империи, существовавшей на сто лет раньше. Политика римлян состояла в том, чтобы поручать своим союзникам осуществление самоуправления, но им вменялось в обязанность подчиняться внешней политике Рима и предоставлять контингенты в распоряжение римской армии. Кроме того, римские политики в остальных итальянских общинах высоко ценили устоявшиеся господствовавшие кланы, и выходцы из римских аристократических семей умножили с ними личные связи. Гражданам таких общин к тому же предоставляли право на получение гражданства, если они переселялись в Рим. Этрусскую гегемонию в центральной Италии, считавшейся самой богатой и наиболее развитой частью Апеннинского полуострова, тем самым заменили гегемонией римской. Римская военная мощь выросла пропорционально числу покоренных Римом государств. В основе собственной армии республики лежал принцип всеобщей воинской повинности. Каждый гражданин мужского пола, владевший собственностью, был обязан служить по призыву, и эта обязанность выглядела не такой уж легкой. Шестнадцать лет для пешего ратника и десять лет для кавалериста. Организационно армия состояла из легионов по пять тысяч ратников каждый. Вооруженные длинными копьями ратники сражались в плотном строю под названием Фаланга. Такая армия не только подчинила Риму соседей, но и отбила ряд вторжений галлов с севера в четвертом веке, хотя в одном случае галлы взяли сам Рим в 390 году до нашей эры. Последние вооруженные схватки этого периода формирования империи приходятся на конец четвертого века до нашей эры, когда римляне завоевали народы сомнитов, жившие в области Абруццы. Фактически теперь республика могла выставить союзное войско со всей центральной Италии. Наконец, Рим остался один на один с западными греческими городами. Сиракузы были, безусловно, самым важным из них. В начале третьего века до нашей эры греки попросили помощи у великого военачальника материковой Греции короля Эпира по имени Пир, который вел кампанию и против римлян, и против карфагинян. 280-275 годы до нашей эры, но достиг только дорогая ему обошедшихся и сомнительных побед. С тех пор такие победы стали называть пирровыми. Он не мог устранить римскую угрозу, нависшую над западными греками. В течение нескольких лет они волей-неволей ввязались в борьбу между Римом и Карфагеном, в которой на кону стояло все западное Средиземноморье, в Пунические войны. Поединок между ними продолжался больше столетия. Их название происходит от римского произношения слова «финикийский», и, к сожалению, мы располагаем одной только римской версией происходившего в ходе той войны. Речь идет о трех вспышках вооруженного противостояния и в ходе первых двух решился вопрос превосходства. В начале 264-241 годы до нашей эры римляне впервые приступили к военно-морской операции крупного масштаба. Располагая новым флотом, они взяли Сицилию и утвердились на Сардинии с Корсикой. Сиракузы покинули прежний союз с Карфагеном, а западную Сицилию и Сардинию в 227-м году до нашей эры провозгласили первыми римскими областями. Важный шаг был сделан. Так закончился всего лишь первый тур. Конец третьего века до нашей эры приближался, а окончательного результата все еще не просматривалось. Зато напрашивается масса предположений по поводу того, какая из сторон в этой опасной ситуации несет ответственность за развязывание Второй Пунической войны 218-й, 201-й годы до нашей эры, ставшей величайшей из трех. Война разворачивалась на огромном по протяженности театре вооруженного противоборства, ведь когда она начиналась, карфагеняне уже обосновались в Испании. Некоторым тамошним греческим городам римляне обещали покровительство. Когда один из них подвергся осаде с последующим разрушением карфагенским войском во главе с полководцем Ганнибалом, война как раз и началась. Она получила широкую известность благодаря протяженному переходу Ганнибала в Италию и преодолению его войском Альп вместе со слонами, а также своей кульминацией в виде сокрушительных карфагенских побед у Тразименского озера в 217 году до нашей эры и при Каннах в 216 году, где погибла римская армия, в два раза превосходившая численностью ратников войска Ганнибала. В этот момент хватка Рима, которую он держал Италию, серьезно ослабла. Некоторые его союзники и вассалы начали приглядываться к карфагенской мощи как символу лучшего будущего. Фактически весь юг перешел в войне на противоположную сторону. Только центральная Италия осталась преданной Риму. В отсутствии прочих ресурсов, кроме собственных усилий, и благодаря великому преимуществу, состоявшему в том, что Ганнибалу остро не хватало войск для осады Рима, римляне выстояли и спаслись. Ганнибал вел свою кампанию во все более оголенной во всех отношениях сельской местности, в отрыве от своих тыловых складов. Римляне беспощадно разгромили мятежного союзника в лице жителей города Капуя, без Ганнибала, прибывших на помощь, а потом храбро перешедших к тактике набегов на Карфаген, находившейся под властью Рима. Такую тактику ратники Капуи применяли в Испании. В 209 году до нашей эры так называемый новый Карфаген Картохена сдался римлянам. Когда в 207 году до нашей эры попытку младшего брата Ганнибала привести ему подкрепление удалось отбить, римляне перенесли свои наступательные действия на территорию самой Африки. Туда наконец-то вслед за ними пришлось отправиться к Ганнибалу и в 202 году до нашей эры потерпеть от римлян поражение в битве при Заме. На том война и закончилась. Этой битвой не просто закончилась война, ею решилась судьба всего западного Средиземноморья. Когда же римляне поглотили долину реки По, Италия во всех очертаниях ее границ превратилась в субъекта власти Рима. Мир, навязанный Карфагену, выглядел оскорбительным и хрупким. Мстительные римляне продолжали преследовать Ганнибала и принудили его к изгнанию при дворе селевкидов, поскольку сиракузы снова вступили в союз с Карфагеном во время этой войны, их самонадеянность была наказана лишением независимости. Сиракузы были последним греческим государством на острове. Вся Сицилия теперь принадлежала римлянам, как и Южная Испания, где была образована еще одна провинция. В конце Второй Пунической войны возникает соблазн вообразить Рим на развилке при выборе пути. На одной стороне лежал путь к умеленности и предохранению спокойствия на Западе, на другом экспансия и политика оголтелого империализма в отношении Востока. Беда в том, что мы пытаемся чересчур упрощать действительность. Восточные и западные проблемы слишком перепутались, чтобы позволить делать какой-то выбор. Уже в 228 году до нашей эры римлян допустили к участию в греческих истмийских играх. Так проявилось признание, пусть даже только формальное, что для части греков римляне представлялись цивилизованной державой и государством эллинского мира. Через Македон тот мир уже включился непосредственно в войны Италии, так как этот Македон находился в союзе с Карфагеном. Рим поэтому принял сторону греческих городов, настроенных против Македона, и таким образом начал развлекаться греческой политикой. Когда в 200 году до нашей эры поступил прямой призыв из Афин, с Родоса и от царя Пергама о помощи в противостоянии с Македоном и селивкидами, римляне уже морально подготовились посвятить себя восточному предприятию. Вряд ли, однако, кто-то из них думал, что это могло стать началом ряда приключений, из которых появится эллинистический мир под властью Римской Республики. Еще одна перемена в римских настроениях, пока окончательно не сформировалась, но начинала давать плоды. Когда сражение с Карфагеном только началось, подавляющее большинство римлян высшего сословия могли усмотреть в нем исключительно оборонительное мероприятие. Кто-то из них продолжал опасаться даже потрепанного врага, покинувшего поле боя Узамы, призыву Катона, прозвучавшему в середине следующего века «Карфаген должен быть разрушен», суждено было приобрести известность как выражение непримиримой враждебности, порожденной страхом. Как бы там ни было, в провинциях, приобретенных в ходе войны, у людей начало пробуждаться осознание других возможностей, и скоро появились новые причины для продолжения дела. Рабы и золото с Сардинии, из Испании и Сицилии скоро стали открывать глаза римлян на то, какие выгоды обещает им империя, отношение к этим странам как союзникам отличалось от отношения к материковой Италии, в них римляне видели источник ресурсов, которым необходимо по-хозяйски распорядиться и который требовалось с толком освоить. При республике к тому же укреплялась традиция, когда генералы занялись раздачей крох военных трофеев среди ратников. При всех сложных зигзагах и поворотах политики главные этапы римской экспансии на востоке во втором веке до нашей эры представляются вполне очевидными. Завоевания и сведения Македона до статуса провинции завершились после серии войн, закончившихся в 148 году до нашей эры. Их фаланги были уже не теми, что раньше, македонские полководцы тоже измельчали. По ходу дела города Греции низвели до статуса вассалов и заставили прислать в Рим заложников. Из-за вмешательства сирийского царя римские войска впервые перешли на территорию Малой Азии. Потом настала очередь царства Пергама, которое прекратило свое существование римского господства в бассейне Эгейского моря и учреждение в 133 году до нашей эры новой азиатской провинции, повсеместно покорение остальной территории Испании кроме Северо-Запада, провозглашение зависимой конфедерации в Иллирии и разделение на провинции Южной Франции в 121 году до нашей эры означали то, что побережье от Гибралтара до Фессалии теперь находилось под властью Рима. В 149 году до нашей эры появился шанс, которого ждали враги Карфагена. Началась третья и последняя Пуническая война. Три года спустя этот город лежал в развалинах, на его месте распахали поля и вместо царства Карфаген основали новую римскую провинцию, включавшую западный Тунис, Африка. Так возникла империя, образованная властью республики. Как все империи, но, возможно, с большей очевидностью, чем предыдущие, появилась она по воле случая и настолько же благодаря человеческим замыслам. Страх, идеализм и, в конечном счете, алчность одновременно служили побуждениями, гнавшими легионы все дальше от родного дома. Единственной опорой Римской империи оставалась ее военная мощь, и подпитывалась она за счет непрерывной экспансии. Перевес в силе решил исход карфагенской кампании. Защитникам карфагена хватало опыта и упорства, зато римская армия взяла численным превосходством. Римляне располагали возможностью наращивать свою военную мощь за счет первоклассных ратников, поставлявшихся их союзниками и сателлитами, а республиканский режим обеспечивал порядок и постоянное управление новыми субъектами их государства, основными административными единицами римской империи числились ее провинции, каждый из которых управлял губернатор с проконсульскими полномочиями, формально назначаемый на один год. При нем числился налоговый чиновник. Внутри возникшей империи неизбежно возникли политические последствия от смены режима. Прежде всего, стало еще труднее обеспечивать участие широких масс народа, то есть привлекать к решению общих вопросов бедных граждан в управлении государством. Затянувшаяся война послужила укреплению обыденной власти и морального авторитета Сената, и нужно сказать, что его послужной список выглядит убедительно. К тому же расширение территории добавило новые недостатки к уже имевшимся после распространения римской власти на всю Италию недочетам. Один из недостатков заключался в милитаризации общества и соответствующем положении военачальников. В 149 году до нашей эры пришлось созывать специальный суд для рассмотрения уголовных дел, касающихся откровенного лихаимства чиновников и военачальников. Вне зависимости от природы, этого лихаимства, единственную возможность получить обещанное им богатство можно было приобрести через участие в политике, так как именно в Сенате для новых провинций подбирали губернаторов и как раз в Сенате назначали сборщиков податей, сопровождавших губернаторов, причем их кандидатуры искали среди людей состоятельных, но не относящихся к дворянскому сословию эквитес или всадников. Еще одна слабость государственного организма возникла потому, что принцип ежегодных выборов членов магистратов все чаще и чаще на практике старались обходить стороной. Война и мятежи в провинциях служили источниками обострения ситуации, разрешение которой консулы, выбранные за их политические умения, могли счесть непосильным для себя делом. Понятно, что проконсульская власть неизбежно переходила в руки тех, кто по роду деятельности привык преодолевать чрезвычайные ситуации, то есть в руки проверенных военачальников. Не стоит видеть в республиканских полководцах профессиональных солдат в современном толковании этого понятия. Они принадлежали к правящему сословию и вполне могли преуспеть на поприще карьерного государственного служащего, судьи, адвоката, политика и даже священника. Одним из ключей к административной сноровке в Риме было согласие с принципом отсутствия у его правителей какой-либо специальности. Зато некий полководец, находившийся при своем войске на протяжении многих лет, становился совсем иной разновидностью политического творения по сравнению с проконсулами Римской республики на заре ее существования, которые командовали армией на протяжении всего одной кампании и снова возвращались в Рим к политике. Существовала даже своего рода укоренившаяся в обществе продажность, ведь все римские граждане получали выгоду от империи, в которой появлялась возможность освобождения от любых прямых поборов, жителям провинции приходилось платить дань за родную землю. Осознание такого рода пороков не требует особого осуждения со стороны записных морализаторов и разговоров о закате империи в первом столетии нашей эры, когда они уже превратились в фатальный фактор. Еще одно изменение, привнесенное империей, состояло в приобщении новых народов к греческой культуре и религии — эллинизация. Здесь возникают сложности с определением масштаба ее распространения. Еще до того, как римляне приступили к завоеванию территорий за пределами Италии, римская культура уже в известной мере подверглась эллинскому влиянию. Неким показателем этого представляется сознательная поддержка республикой дела независимости греческих городов Македона. При этом, чем бы Рим уже не обладал, он мог приобрести еще очень многое только после непосредственного общения с народами, привлеченными к греческой культуре и религии. На худой конец, многим грекам Рим представлялся еще одной варварской державой, ничуть не лучше, чем Карфаген. Обратите внимание на символизм легенды о смерти Архимеда при падении Сиракуз, которого во время решения им геометрической теоремы на песке поразил мечом римский ратник, представления не имевший, кто находится перед ним. В условиях империи общение между народами стало прямым, а влияние греческой культуры и религии многогранным и частым. Наступившие позже эпохи вызывает удивление страсть римлян к омовениям в ваннах. Эту привычку они переняли у жителей подвергшегося греческому влиянию Востока. Первые произведения римской литературы были переводами на латинский язык греческой драмы, а первые комедии на латинском языке выглядят подражанием греческим образцам. Произведения искусства начали поступать в Рим в виде трофеев, награбленных ратниками, однако с греческим стилем прежде всего в архитектуре римляне уже познакомились на примере западных греческих городов. Не следует сбрасывать со счетов еще и переселение народов. Одного из тысячи заложников направленных в Рим из греческих городов в середине второго века до нашей эры звали Полибий. Он составил для римлян их первый учебник истории, основанный на научной традиции Фукидида. Его история Рима периода с 220 года по 146 год до нашей эры представляет собой осмысленное исследование явления, которое, по его ощущениям, должно было ознаменовать новую эпоху, успех Рима в разрушении Карфагена и покорении Эллинского мира. Он первым среди историков признал дополнение к былым заслугам Александра Македонского по внедрению цивилизации в новом единстве, навязанном Средиземноморью Римом. Он, к тому же, восхитился атмосферой бескорыстия, которую римляне создали в правительстве империи, служащей напоминанием римлянам, которые сами осуждали собственные пороки в период республики ближе к ее закату. Величайшие достижения Рима зиждились на установлении мира. Во второй великой эллинской эпохе люди могли путешествовать от одного конца Средиземноморья до другого без помех. Неотъемлемые свойства конструкции, на которой держался Пакс Романа, мир внутри римской империи, уже присутствовали при республиканском режиме и выражались, прежде всего, в космополитизме, поощряемом римской администрации, стремившейся не навязывать некий общий образ жизни, а только собирать подати, охранять мир и разрешать ссоры мужчин в соответствии с общим для всех правом. Великое достижение римской юриспруденции ждут еще далеко впереди, но на заре республики около 450 года до нашей эры зарождалось римское право с его историей определения через консолидацию двенадцати таблиц, которые маленькие римские мальчики, счастливые тем, что им выпало пойти в школу, все еще должны были заучивать наизусть сотни лет спустя. На них в конечном счете выстроился каркас, на основе которого могли сохраниться многочисленные культуры, внесшие вклад в общую цивилизацию. Повествование о распространении республиканского режима правления до его пределов целесообразно закончить перед тем, как вывести заключение о том, как такое достижение в конечном счете привело к гибели республики. В Альпийская Галлия, Южная Франция, в 121 году до нашей эры числилась римской провинцией, но, как и всей Северной Италии, ей продолжали досаждать кельтские племена, время от времени совершавшие грабительские набеги. Долине реки По присвоили статус провинции одновременно с Цезальпийской Галлией в 89 году до нашей эры и без малого 40 лет спустя, в 51 году до нашей эры, остальная часть Галлии, грубо Северная Франция и Бельгия, покорилась римлянам. После этого с кельтской угрозой удалось покончить навсегда. Между тем на востоке продолжались захваты новых территорий. Последний царь Пергама передал свое царство распоряжение Рима в 133 году до нашей эры. За Пергамом в начале первого века до нашей эры последовало приобретение римлянами Киликии и потом серия войн с правителем понтийского царства на Черном море Митридатом. Итогом стало перекраивание границ государств Ближнего Востока. Рим получил побережье, простиравшееся от Египта до Черного моря, причем расположенное между зависимыми княжествами или провинциями, одну из которых назвали Азией. В 58 году до нашей эры аннексии подвергся остров Кипр. Как ни странно, в противоположность к постоянным и неопровержимым успехам на иноземных территориях внутри империи нарастали распри. Суть дела состояла в том, что представителям правящего сословия запрещалось наниматься на государственную службу, избирательное право и политические соглашения вступили в противоречие из-за двух серьезных перезревших проблем. Прежде всего, следует назвать неуклонное обнищание итальянского земледельца, являвшегося характерной фигурой республики на заре ее появления. Причин этого было несколько, но корень зла лежал в ужасных издержках Второй Пунической войны. Мало того, что мобилизованные ратники на многие годы отлучились для проведения практически безостановочных колониальных кампаний, так еще Южной Италии был нанесен огромный физический ущерб. Между тем, те, кому все-таки улыбнулась удача и удалось накопить на имперских предприятиях некоторое состояние, тут же вложили его в единственное надежное достойное инвестиции дела в покупку земли. Конечный эффект состоял в сосредоточении собственности с образованием крупных поместьей, на которых обычно трудились рабы, значительно подешевевшие из-за войн. Мелким землевладельцам никакого места при таких поместьях не оставалось, и им приходилось переезжать в города и как-то устраиваться там, оставаясь римскими гражданами на словах, не превратившись в пролетарии на деле. При этом за гражданами сохранялось право голоса. Для обладателей состояний и политических амбиций римский гражданин стал объектом подкупа или запугивания. Так как путь к доходному местечку на государственной службе лежал через всеобщие выборы, политика республики все больше упиралась во власть денег. Власть денег к тому же распространилась на всю Италию. Как только голосу избирателя присвоили цену в деньгах, граждан пролетариев Рима вряд ли обрадовала его постоянная девальвация за счет предоставления гражданских прав новым итальянцам, даже при том, что союзникам Рима приходилось брать на себя воинскую повинность. Очередную проблему вызвало изменение в армии. История легионов под властью республики насчитывает больше четырехсот лет, и их развитие едва ли можно выразить простой формулой. Но, если эту формулу все-таки поискать, возможно, лучше всего сказать, что армия становилась все более профессиональной организацией. После пунических войн невозможно было больше полагаться исключительно на ратников, на какое-то время отвлеченных от земледелия. Время воинской повинности всегда было тяжелым для них, а теперь полностью утратило популярность среди народа. Когда в ходе военной кампании мужчины из года в год уходили все дальше от дома, а гарнизоны в захваченных провинциях иногда приходилось держать на протяжении нескольких десятков лет, даже римский мобилизационный запас рекрутов начал демонстрировать признаки истощения. В 107 году до нашей эры случилось формальное признание всего происходящего. Отменили имущественный ценз для призыва на военную службу. Данную реформу предложил консул по имени Гай Марий, который таким способом решил проблему комплектования легионов ратниками, так как теперь вполне хватало нищих добровольцев, а в призыве необходимость отпала. На военную службу по-прежнему брали исключительно граждан Рима, но зато их было в достатке. В конечном счете, однако, желающим поступить на военную службу предоставлялось гражданство. Еще одним нововведением Мария была выдача легионам их орлов, то есть штандартов, служивших символом эсприт де корпс, духа воинского единства, или чем-то между предметом слепого поклонения и современной полковой эмблемой. По причине таких изменений римская армия постепенно превращалась в политическую силу нового вида, которой могли воспользоваться такие деятели, как Гай Марий, считавшийся талантливым полководцем и пользовавшийся большим спросом. Когда требовалось навести порядок в той или иной провинции, он требовал у всех ратников, поступивших под его командование, принимать личную присягу верности. Растущая пропасть между богатыми и бедными в Центральной Италии, по причине того, что на делы земледельцев уступили место крупным поместьям, приобретенным за деньги, причем вместе с рабами, из осколков империи, и новые возможности, открывшиеся для политизированных военачальников, в конечном счете оказались фатальными для республики. Ближе к завершению второго века до нашей эры, народные трибуны братья Гракхи попробовали решить социальную проблему Рима, единственным возможным для земледельческой системы хозяйствования способом, через земельную реформу, а также ограничение произвола сената и предоставление эквитес, сословию всадников, больше полномочий в правительстве. Они попытались фактически провести передел богатства империи, но их попытки закончились гибелью. На примере братьев Гракхов можно судить о росте ставок в политике. В последнем столетии республики фракционная борьба достигла своего пика, потому что ни для кого не было секретом, что участие в политической борьбе может стоить жизни. К тому же наступило время того, что назовут Римской революцией, так как конвенции римской политики пришлось отбросить в сторону, когда тогдашний консул Тиберий Гракх, старший брат, убедил плебеев сместить трибуна, наложившего вето на его законопроект о земле, и тем самым заявил о своем неприятии традиционной уловки в виде права трибуна на запрет формальной воли народа. Сползание республики в неразбериху ускорилось ускорилось году до нашей эры из-за новой войны, когда один североафриканский царь вырезал множество римских торговцев. Чуть позже волна захватчиков варваров севера создала угрозу римскому правлению в Галлии. В сложившейся опасной ситуации на передовые позиции выдвинулся консул Гай Марий, который успешно разделался с врагами республики, но сделал это ценой конституционных нововведений, приведших к тому, что его пять лет подряд избирали на должность консула. Он был фактически первым в череде военачальников, правивших республикой на протяжении последнего ее столетия, так как стремительно следовали одна война за другой, нарастали требования по поводу распространения римского гражданства на остальные латинские и итальянские государства. В конечном счете эти союзники соции в 90-м году до нашей эры подняли мятеж, не совсем справедливо называемый союзнической войной. Усмирить их удалось только с помощью уступок, которые свели на нет представление о том, что римские народные собрания являются показателем абсолютного суверенитета. Гражданство присвоили практически всему населению Италии. Потом пришло время новых азиатских войн, на фоне которых появился еще один полководец с политическими претензиями по имени Луций Корнелий Сулла. Прошла гражданская война, Гай-Марий умер, еще раз заняв должность консула, а Сулла в 82-м году до нашей эры вернулся в Рим, чтобы установить диктатуру, одобренную сенатом, причем править начал с безжалостного объявления вне закона своих противников. Вывесили списки их имен с наделением правом всех, кто их встретит, немедленно с ними расправиться. Отмены конституционных норм о правах населения и попытки восстановления прав сената. Одним из бывших соратников и протеже Суллы считается молодой человек по имени Гней Помпей. Сулла двигал его по карьерной лестнице через назначение на должности, обычно принадлежавшее только консулам, и в 70-м году до нашей эры Помпея тоже выбрали на эту должность. Три года спустя его отправили на восток, чтобы он покончил с пиратами из Средиземноморья и продолжил завоевание огромных азиатских территорий в ходе войн против Понтийского царства. Юного, успешного и талантливого Помпея стали бояться как потенциального диктатора, но разобраться в хитросплетениях римской политики было дано немногим. Годы шли, а порядка столицы оставалось все меньше, зато продажность в правящих кругах только расцветало. Страх перед наступлением диктатуры нарастал, но эти страхи терзали участников одних олигархических фракций по отношению к другим, а так как существовало их немало, откуда исходит настоящая угроза, разобраться было сложно. Более того, на одну опасность никто долго не обращал внимания, а потом уже было поздно. В 59 году до нашей эры еще одного аристократа, приходящегося племянником жене Гая Мария, избирают консулом. Им оказывается молодой Гай Юлий Цезарь. Какое-то время он пользовался поддержкой Гнея Помпея. В должности консула он встал во главе армии и за последующие семь лет провел в Галлии череду блистательных военных компаний, закончившихся полным покорением данной провинции. Все эти годы Цезарь внимательно следил за политическими событиями, находясь вдали от Рима, где из-за бандитизма, казнократства и убийств общественная жизнь выглядела уродливой, а Сенат утратил доверие граждан. За годы отсутствия в столице он сказочно разбогател и воспитал преданное, опытное и уверенное в себе войско, рассчитывавшее на его руководство, достойную оплату их ратного труда, продвижение по службе и новые победы в будущем. Он, к тому же, зарекомендовал себя как хладнокровный, упорный и немилосердный человек. Сохранилась притча о том, как он шутил во время игры в кости с несколькими пленившими его пиратами. Цезарь вроде бы в шутку пообещал распять их на кресте, когда освободиться. Пираты посмеялись, а он все-таки приказал их распять. Кое-кто из сенаторов забеспокоился, когда Гай Юрий Цезарь, этот загадочный мужчина, изъявил желание задержаться в Галлии во главе своей армии в провинции, хотя ее покорение завершилось, сохранив за собой должность командующего до очередных выборов консула. Его противники требовали отозвать Цезаря в столицу для предъявления обвинений в попрании закона во время пребывания в должности консула. Тогда Цезарь предпринял шаги, которые, при том, что не он сам, никто-либо еще не мог об этом догадываться, означали начало конца республики. Он повел свою армию на форсирование реки Рубикон, обозначавшей границу его провинции, тем самым начав поход, закончившийся в Риме. Это произошло в январе сорок девятого года до нашей эры. Тем самым он допустил откровенное предательство, хотя и клялся, будто защищал свою республику от ее врагов. В такой ситуации Помпею поступило обращение сената с просьбой защищать республику. В отсутствии вооруженных сил в Италии Помпей отправился через Адриатику собирать новое войско. Консулы и чуть ли не весь сенат составили ему компанию. Гражданская война теперь казалась неотвратимой. Цезарь организовал стремительный переход в Испанию, чтобы разгромить там семь легионов, преданных Гнею Помпею. С ними тогда обошлись достаточно мягко, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше солдат. Он мог проявлять немилосердность и даже жестокость, но считал благоразумным и дальновидным обращаться со своим политическим противником сдержанно. Цезарь заявил, что не собирается подражать Сулле. Потом он двинулся за Помпеем, нагнал его в Египте, но Помпей был предательски убит заговорщиками. В Египте Цезарь оставался достаточно долго, чтобы поразвлечься участием в египетской гражданской войне и практически случайно вкусить любви легендарной Клеопатры. Потом он вернулся в Рим, чтобы почти сразу же отправиться в Африку и разгромить там римскую армию, выступавшую против его власти. Наконец он снова возвратился в Испанию и разгромил войско, мобилизованное сыновьями Помпея. Это случилось в 45-м году до нашей эры, спустя четыре года после переправы через Рубикон. Блистательность таких деяний одними только победами на поле боя не ограничивалась. Какими бы краткосрочными ни были последнее посещение Рима Цезарем, он сумел ловко организовать себе политическую поддержку и назначить в Сенат своих людей. Одержанные победы принесли ему великие почести и реальную власть. Его избрали пожизненным диктатором, и Цезарь превратился в фактического монарха, пусть под иным названием. Своей властью он пользовался без какой-либо оглядки на чувства других политиков и без создания видимости того, что его правление обеспечит успехи на долгую перспективу. Хотя навел должный порядок на римских улицах и предпринял шаги, чтобы покончить с влиянием ростовщиков на политику, мы в долгу перед ним за одну важную реформу, определившую будущее Европы. Заведение юлианского календаря, как и еще очень многое, что мы считаем римским, новый календарь пришел из Эллинской Александрии, где некий астроном намекнул Цезарю на то, что в году насчитывается 365 дней с дополнительным днем, приходящимся на каждый четвертый год, и с введением такого календаря можно будет избавиться от сложностей традиционного римского календаря. Такой новый календарь внедрили с 1 января 45 года до нашей эры. Пятнадцать месяцев спустя, 15 марта 44 года до нашей эры, на пике своей карьеры, Цезарь погиб от рук группы сенаторов. Причины покушения на его жизнь участников заговора были разные. На выбор момента для его убийства несомненно повлияло сообщение о его намерении организовать грандиозную восточную кампанию против Парфян. Если бы он возглавил свое войско, то мог вернуться с новой великой победой и еще более недосягаемым для врагов, чем когда бы то ни было раньше. Шли разговоры о переходе к монархии. Кто-то видел признаки наступления эллинской деспотии, сложным побуждением его врагов придавало благоприличие отвращение тех, кто ощущал возмутительное унижение республиканской традиции в фактической деспотии одного человека. Мелкие акты пренебрежения Конституции побуждали к сопротивлению некоторых других граждан и в конечном счете его убийцы представляли собой сложное сочетание обиженных ратников, лелеющих свой интерес олигархов и оскорбленных консерваторов. Его убийцы не могли дать рецепта решения проблем, на которые у Цезаря не нашлось времени, а их предшественники откровенно потерпели неудачу, взявшись за их решение. Долгое время чувствовать себя в безопасности им не пришлось. Республику провозгласили восстановленной, но действия актов Цезаря тоже подтвердили. Заговорщики у всех вызывали чувство отвращения и в скором времени им пришлось бежать из столицы. В течение двух лет всех их умертвили, а Гая Юлия Цезаря объявили Богом. Республика, получившая смертельное увечие задолго до пересечения Цезарем Рубикона, тоже отживала свой век, ведь душа покинула ее Конституцию, невзирая на все попытки по ее восстановлению. Однако ее мифы, ее идеология и формы продолжали жить в латинизированной Италии. Римляне не могли заставить себя повернуться спиной к формальному наследию и признать, что они сделали с ним нечто непоправимое. И все-таки они это сделали и уже могли напоминать римлян республики разве что по названию и устремлением. Если вклад греков в цивилизацию можно назвать по сути интеллектуальным и духовным, то вклад граждан Рима выглядел структурным и практичным. По сути этим вкладом была сама их империя, при том, что ни одному человеку нельзя приписать заслугу создания империи, даже великому Александру Македонскому ее характер и режим правления в удивительной степени выглядят творением одного человека выдающихся способностей внучатого племянника Юлия Цезаря и приемного наследника по имени Октавиан. Позже ему присвоят почетное звание Цезаря Октавиана Августа. В его честь назвали целую эпоху, от его имени образовано прилагательное для последующих поколений, возникает ощущение, будто он изобрел практически все, что характеризовало имперский Рим, от новой претарианской гвардии, которая стала первым воинским подразделением с постоянным расквартированием столицы, до обложения податью холостяков. Считается, что он владел совершенным мастерством подавать информацию о своей деятельности в самом выгодном свете. Обратите внимание на то, что до наших дней о нем дошло гораздо больше хвалебных реляций, чем о любом другом римском императоре. Октавиан происходил из незнатной богатой семьи. От Юлия он в возрасте 18 лет унаследовал аристократические связи, большое состояние и поддержку в военной среде. Какое-то время он сотрудничал с одним из приверженцев Гая Юлия Цезаря по имени Марк Антоний, помогавшим ему в жестоких гонениях на участников покушения на жизнь великого диктатора. С отъездом Марка Антония на восток, где ему предстояло одержать победу над врагами, чего не случилось, и за исключением им неуместного брака с Клеопатрой, когда-то отдавшей предпочтение Юлию Цезарю, у Октавиана появились новые неожиданные возможности. От имени республики он противостоял угрозе того, что Антоний мог вернуться с претензией на кресло консула, привезя в обозе восточную монархию. После победы Октавиана у мыса Акциум тридцать первый год до нашей эры случилось легендарное самоубийство Антония и Клеопатры. Царству Птолемеев пришел конец, а Египет после аннексии стал провинцией Рима. Так закончилась гражданская война. Октавиан вернулся, чтобы стать консулом, у него на руках находились все карты, и он рассудительно повременил их раскрывать, предоставив противникам возможность признать свою силу. В двадцать седьмом году до нашей эры Октавиан осуществил то, что сам же назвал восстановлением республики при полной поддержке сената. Республиканское членство, в котором, выхолощенное и ослабленное в ходе гражданской войны и гонений, он уладил к своему фактическому первенству в нем с тщательным выполнением формальности. За фасадом республиканского благочестия он возродил полноту власти на уровне своего двоюродного деда. Он стал императором только на том основании, что командовал войсками пограничных провинций, но именно там располагалась большая часть римских легионов. По мере того, как ветераны его войска и армии его двоюродного деда возвращались со службы домой, их должным образом обеспечивали земельным наделом и, соответственно, награждали за заслуги. Срок его нахождения в кресле консула продляли из года в год, а в 27 году до нашей эры ему присвоили почетный титул Август, с которым он вошел в историю. В Риме, тем не менее, его формально и обычно называли по семейному имени или обращались как к Принцепс первому среди граждан. Шли годы, а власть Августа только укреплялась. Сенат наделил его правом на вмешательство в дела тех провинций, которыми он формально управлял, то есть там, где не было никакой потребности в размещении гарнизонов римской армии. Все проголосовали за предоставление ему полномочий трибуна, его особый статус укрепился и получил формальное признание с присвоением ему звания Дигнитас, как римляне называли его. Он восседал между двумя консулами после его отставки с того поста в 23 году до нашей эры, и его предложения в первую очередь рассматривались на заседаниях Сената. В довершение всего, в 12 году до нашей эры, он становится главным жрецом Понтифекс Максимус, главой официального культа, каким был его двоюродный дед. Формальности республики с их всеобщими выборами и выборами состава Сената сохранялись, но Август сам называл кого и куда следует избирать. Политической действительностью, замаскированной с помощью такого верховенства, предусматривалось восхождение к господству в кругах правящего класса мужчин, обязанных своим положением Цезарю. Но представителям новых элит нельзя было позволить вести себя так, как вели себя представители элит прежних. Относящийся к эпохе Августа доброжелательный деспотизм послужил упорядочению провинциального управления и армии посредством передачи их в руки послушных людей, чей труд оплачивался за счет казны. Свою роль при этом сыграло к тому же сознательное возвращение к жизни республиканских традиций и праздников. Относящиеся к эпохе Августа правительство проявляло большую заботу по поводу нравственного возрождения народа. Добродетели древнего Рима в глазах многих вроде бы оживали снова. Поэта Овидия, воспевавшего удовольствие и любовь, из-за несоответствия пропагандируемых им идеалов любви официальной политики императора Августа в отношении семьи и брака сослали из Рима в западное Причерноморье, где он провел последние годы жизни. Если к такому официальному аскетизму добавить мир, сохранявшийся практически весь период правления Августа, и великие, притягивающие взор памятники римских архитекторов и инженеров, то заслуженная репутация, относящаяся к эпохе Августа, едва ли вызовет удивление. После кончины Августа в 14 году нашей эры его стали обожествлять точно так же, как Юлия Цезаря. Август хотел, чтобы ему на смену пришел кто-либо из членов его собственного рода. При том, что он уважал республиканские формальности, и эти формальности все чтили с завидной последовательностью, Римская республика превратилась в настоящую монархию. Этот факт наглядно продемонстрировала череда сменявших друг друга пяти членов той же семьи. Единственным ребенком Августа была дочь. Его прямым преемником числился приемный сын Тиберий, рожденный его дочерью от одного из трех мужей. Последним из его правивших потомков был Нерон, умерший в 68 году нашей эры. Правителем классического мира обычно доставалась нелегкая жизнь. Кое-кто из римских императоров приказывал устанавливать большие зеркала в углах коридоров их дворцов так, чтобы потенциальные убийцы не могли проникнуть через эти коридоры. Сам Тиберий вряд ли умер естественной смертью, и все четыре его преемника погибли от рук наемных убийц. Этот факт представляется важным свидетельством слабости плебейского происхождения Августа. Оно служило источником многочисленных булавочных уколов вельмож сената, который формально продолжал назначать первых магистратов, а также поводов для интриг и заговоров при дворе и в доме императора. И все таки у сената не оставалось ни малейшей надежды на возвращение власти, так как единственной основой власти всегда служили военные. Если в центре возникал беспорядок, то окончательное решение принимали военачальники. Так произошло во время первой большой вспышки гражданской войны, потрясшей империю в 69 году нашей эры, в год четырех императоров, из которых выделился центурион Веспасиан, бывший далеко не аристократом. Первая магистратура уплыла из рук великих римских семей. Когда младшего сына Веспасиана убили в 96 году нашей эры, о его внезапно возвысившемся роде все забыли. Его преемником стал пожилой сенатор Нерва. Он решил проблему наследования, отказавшись от попыток обеспечения естественной династической преемственности. Вместо этого он официально оформил практику усыновления, которой шел август. В результате к власти по очереди пришли четыре императора Троян, Адриан, Антонин Пи и Марк Аврелий, подарившие империи сотню лет достойного правления. Этому периоду присвоили в честь третьего из них название эпоха Антонинов. Все эти императоры происходили из семей с провинциальными корнями. Они послужили доказательством той степени, до которой империя была космополитической в действительности структурой пост-эллинского мира Запада, а не просто достоянием порожденным итальянцами. Усыновление облегчило поиск кандидатов, на которых могли согласиться военачальники, руководители провинции и члены сената. Но этот золотой век закончился с возвратом к принципу родового наследования с императора Комода, приходившегося сыном Марку Аврелию. Его убили в 192 году нашей эры. Подобное случилось в 69 году нашей эры, когда на следующий год на арену вышли четыре императора, поддержанные собственными армиями. В конечном счете верх одержала и лирийская армия, навязавшая своего полководца. Очередного и последующих императоров тоже назначали военные. Впереди ждали тяжкие времена. К этому времени римские императоры правили подданными намного большей территории, чем та, которой располагал Цезарь Август. На севере Гай Юлий Цезарь провел разведку территории Британии и Германии, при этом границу провел по Галлии с каналом Ла-Манш и Рейну. Август вошел на территорию Германии и также поднялся по Дунаю с юга. Впоследствии Дунай превратился в границу империи, но вторжения за Рейн оказались неудачными, и установить границу по Эльбе, как рассчитывал Август, не получилось. Зато в девятом году нашей эры серьезный удар пришелся по самоуверенности римлян, когда войско херусского племени во главе с Арминием, в ком немцы последующих поколений увидят своего национального героя, в Тевтобургском лесу уничтожило три легиона. Вернуть отнятые земли и восстановить разбитые легионы больше не удалось, так как численность херуссков считалась настолько огромной, что их противник заранее обрекался на поражение. Поэтому херусски больше не появлялись в военных летописях римлян. Восемь легионов остались стоять гарнизонами вдоль Рейна, на страже наиболее надежно охраняемого участка границы из-за угрозы, нависавшей с противоположного берега. На остальных направлениях римская власть все еще надвигалась на земли соседей. В сорок третьем году нашей эры Клавдий приступил к покорению Британии и северную границу отвоеванных земель лет через сорок обозначили валом Адриана. В сорок втором году нашей эры римской провинцией объявили Мавританию. На востоке Троян в сто пятом году нашей эры покорил Дакию, позже Румыния, но это случилось спустя полтора с лишним века после затянувшегося спора, начавшегося в Азии. Римляне впервые встретились с воинами Парфянского царства на Евфрате, когда армия Суллы в девяносто втором году до нашей эры вела там военную кампанию. Последующие тридцать лет ничего важного не происходило до тех пор, пока не началось выдвижение римской армии против Армении. Там наложились друг на друга сферы влияния правителей двух царств, а Помпей одно время выступал в качестве посредника в пограничном споре между армянским и парфянским царями. Затем в 54 году до нашей эры римский триумвир Марк Лициний Крас затеял вторжение на территорию Парфянского царства с форсированием Евфрата. Через считанные недели сам он погиб, а римскую армию численностью 40 тысяч человек противник разгромил. Так случилась одна из тяжелейших в римской истории военных катастроф. Всем стало ясно, что в Азии появилась новая великая держава. Парфянская армия состояла из более чем приличных верховых лучников того времени. У нее в распоряжении к тому же находилась тяжелая конница непревзойденного качества с всадниками, катафрактами, защищенными кольчугой и вооруженными тяжелыми пиками. Слава об их прекрасных боевых лошадях дошла даже до далеких китайцев и вызвала у них зависть. Дальше на протяжении сотни лет восточная граница Рима на Ефрате оставалась спокойной. Но парфяне особой любви у римлян не вызывали, так как подстрекали к проведению политики гражданской войны, угрожающей Сирии и поощряющей волнение среди палестинских евреев. Марку Антонию, потерявшему 35 тысяч ратников, пришлось позорно отступить на территорию Армении после поражения в злополучном походе на Парфян. Но Парфянское царство тоже пострадало от внутреннего раскола, и в 20-м году до нашей эры Август смог добиться возвращения римских штандартов, отобранных у легионов краса. Тем самым он устранил какую-либо необходимость нападения на Парфян ради восстановления репутации своей империи. Но угрозу конфликта устранить полностью не получилось из-за той щепетильности, с которой каждая из держав относилась к Армении и из-за неустойчивости династической политики Парфянского царства. Один из императоров по имени Троян захватил Парфянскую столицу к Тесифон и прошел войной до самого Персидского залива. Однако его преемник Адриан мудро снискал доверие Парфян, возвратив им большую часть завоеваний Трояна. Римляне гордились тем, что их новые подданные получали благо от распространения на них пакс романа или имперского мирового порядка, при котором исчезала угроза вторжения варваров или международной напряженности, в пределах границ империи царил мир и порядок, какого никогда не бывало прежде. В некоторых местах при этом постоянно менялись образы поселений, так как на востоке основывались новые города или потомки ратников Цезаря оседали в новых военных колониях Галлии, иногда последствия оказывались еще более далеко идущими. Установление границы по Рейну сказалось на истории Европы из-за разделения германцев этой рекой. Между тем, по мере того, как все входило в обычную колею, повсеместно шла романизация местной знати. Ей прививали критерии общей цивилизации, распространение которой заметно облегчалось за счет невиданного ускорения сообщения по новым дорогам, прокладывавшимся в первую очередь для перемещения легионов. Курьеры Наполеона не могли домчаться от Парижа до Рима быстрее, чем это делали императоры первого столетия нашей эры. Римская империя занимала огромное пространство и потребовалось решение проблем управления ею, которых не стояло перед греками и которые решили персы. Появилась сложная бюрократическая машина с огромным объемом задач. В качестве небольшого примера приведем тот факт, что послужные списки всех офицеров звена Центурии и выше, командиры сотен и выше, велись централизованно в Риме. Управленческим каркасом служил корпус провинциальных государственных служащих, основанный на практической зависимости во многом от армии, сферу деятельности которой входило не только ведение войны. Управление бюрократии осуществлялось через постановку весьма ограниченного круга задач. К ним прежде всего относился сбор налогов. При поступлении податей римские правители иным образом не вмешивались в местные обычаи. В Риме взяли за правило проявлять терпимость. Правители обеспечивали внешние условия, при которых пример их цивилизации отлучал варваров от врожденного образа жизни. Административная реформа началась при августе. Назначение на многие посты все еще осуществлялось через сенат на ежегодной основе, но легатов императора, выступавших от его имени в пограничных провинциях, подбирал он сам по своему усмотрению. Все доказательства говорят о том, что какие бы средства не использовались для достижения такого положения, управление государством при империи подверглось заметному совершенствованию по сравнению с продажностью чиновников последнего века республики, оно стало намного более централизованным и консолидированным, чем система сатрапий Персии. К сотрудничеству подчиненные народы склоняли соответствующими посулами. Сначала территорию республики, а затем империи расширяли через предоставление гражданства все большему количеству подданных Рима. Гражданство считалось большой привилегией. Среди прочего, как сказано в деяниях святых апостолов, гражданством предусматривались правообжалования приговора местных судов перед императором в Риме. С помощью предоставления гражданства можно было добиться преданности местной знати. Шли века! В Сенате в Риме появлялась все больше не римлян. Наконец, в 212 году нашей эры гражданство предоставили всем вольным подданным Римской империи. В этом проявилась замечательная способность римлян к осимизации остальных народов. Империя и принадлежащая ей цивилизация отличались откровеннейшим космополитизмом. Административная ее структура содержала в себе поразительное разноцветие противоположностей и отклонений. Они держались вместе отнюдь не за счет беспристрастной деспотии, навязывавшейся римской правящей верхушкой или профессиональной бюрократией, а конституционной системой, служившей механизмом романизации местной элиты. С первого столетия нашей эры среди самих сенаторов оставалась лишь тонкая прослойка мужчин итальянского происхождения. Римская терпимость в этом смысле прививалась остальным народам империи. Империя никогда не была расовым единством, иерархия которого становилась неприступной для неитальянцев. Только один из ее народов, то есть евреи, чувствовал себя отверженным с их самостью, и эта самость определялась его религией и навязанными ею традициями. Заметное смешение традиций Востока и Запада было достигнуто уже при эллинской цивилизации. Теперь этот процесс продолжали римляне, но на территории значительно обширнее. Первичным элементом нового космополитизма, наиболее в нем заметным, служил, разумеется, грек, ведь сами римляне большую часть своего культурного наследия позаимствовали у греков, хотя именно с греками в эллинскую эпоху им жилось уютнее всего. Все образованные римляне в равной степени владели двумя языками, и это служит иллюстрацией традиции, которую они свято хранили. Латынь была официальным языком и всегда оставалась языком армии. На ней общались многие народы на Западе, а если судить по военным донесениям, то грамотой в армии владели многие люди. Греческий считался языком межэтнического общения в восточных областях, понятный всем чиновникам и купцам, а также использовавшийся в судах по желанию участников процесса. Образованные римляне воспитывались на греческой классике и заимствовали из нее нормы морали и существования в обществе людей, сотворение литературы равной старинным образцам всегда было похвальным стремлением большинства римских писателей. В первом столетии нашей эры они ближе всего придвинулись к этой благородной цели. Следует отметить совпадение по времени культурных и имперских достижений, представленных с поразительной силой в произведениях Виргилия, считающегося сознательным рационализатором эпической традиции, воспевшим в поэзии миссию императора. Здесь можно искать один из ключей к разгадке специфического уклада римской культуры. Возможно, как раз очевидность и широкая распространенность греческого происхождения лишает римскую культуру атмосферы новизны. Вес греческого фактора усиливается статичным, консервативным подходом к философским проблемам римских мыслителей. Все внимание этих мыслителей почти исключительно поглощалось двумя этими очагами, доставшимися от греков по наследству, а также нравственными и политическими традициями их республики. Оба очага существовали причудливо и отчасти искусственно в материальных условиях, которые все меньше им подходили. Систематическое образование, например, из века век мало менялось по содержанию. Великий древнеримский историк Тит Ливий снова попытался сформулировать республиканские добродетели в своей частично сохранившейся истории Рима от основания города, но не решился подвергнуть их критике и дать им новое толкование. Даже когда римская цивилизация безвозвратно приобрела городскую суть, практически потухшие добродетели вольного земледельца по-прежнему пользовались широкой популярностью и богатые римляне мечтали, по их собственным словам, бежать от городской суеты и искать спасение в простых условиях сельской жизни. Мастера римской скульптуры предлагали снова только то, что греки уже сделали, причем лучше римлян. Философская система Рима тоже принадлежала грекам. Центральное место в ней занимали эпикурейство и стоицизм. Новым явлением считался неоплатонизм, но его завезли с Востока, точно так же, как таинственные религии, которые должны были в конечном счете дать римским мужчинам и женщинам нечто такое, что их культура не могла им дать. Только в двух практических областях римляне проявили свои новаторские способности закон о творчестве и техническом проектировании. Достижения адвокатов пришли относительно поздно. Случилось это во втором веке, в начале третьего века нашей эры, когда римские правоведы приступили к накоплению комментариев, которые послужат бесценным наследием в будущем с передачей кодификации юристам средневековой Европы. В техническом проектировании, а римляне не отличали его от архитектуры, качество их достижений производит большое впечатление сразу же. Это источник гордости римлян, и в этой, одной из немногих областей, они определенно превзошли греков. В его фундаменте лежал дешевый труд. В Риме им занимались рабы, а в провинциях зачастую не занятые делом ратники легионов, которыми комплектовались гарнизоны в мирные времена. Им поручали выполнение масштабных работ по возведению гидротехнических сооружений, мостов и прокладки дорог. Но речь идет не только о материальных факторах. Римляне фактически основали градостроительство, как художественное и административное мастерство, распространившееся к западу от Инда, а с изобретением цементного раствора и сводчатого купола, они коренным образом изменили очертания строений. Впервые внутреннее пространство зданий перестало считаться только лишь вместилищем нескольких поверхностей для художественного оформления. Архитекторы обратились к пространству и освещению внутри строения, что заметно в поздних христианских базиликах. Памятники технических достижений римлян встречаются на территории, протянувшейся от Черного моря на востоке до вала Адриана на севере и Атласских гор на юге. Самые впечатляющие реликвии римской архитектуры сосредоточены, конечно же, в столице империи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok